Ну что, товарищи, вы в курсе, да, что у нас тут сейчас второй тур прослушивания авторов-исполнителей, да? Начнем, как вы считаете? Мальтина, давайте, не сядьте. Я еще раз говорю, просто у меня вторая песня пока не готова, у меня на исполнительской площадке. Ну, ничего страшного. Диньска, а вы готовы, да? Да, я тебе. Я могу вам пипиток поставить, если хотите. Не-не-не, я хотела вам текст. Да, мужчина. Давай, мы те, кто ведь начнет дурить голос и интонации. Нет, я не буду. Я шучу. Спасибо вам, что вы пришли. Ваши, да, Динь? Да. Вы стоя будете говорить с этим делом. Не знаете, я могу. Не можете садись поговорить. Сидит, давайте садись поговорить. Мне хочется, что я не застеню. А мне хочется с вами поговорить. Вот садись поближе. Расскажи, давно этим занимаетесь? Ну, да, в общем, наверное, всю жизнь. Ну, как вы, то есть не профессионально обрелась. Адмирук, ты чем занимаешься? Я учитель информатики. А, сначала что? Краснодарский институт косметики. Ну, и что, и слова, и музыка твоей, да? Да. Ты столько песен покажешь? Только вот одну будешь копать? Нет, почему? У вас как по положению это? Две. То есть, здесь две как автор и, в принципе, как автор музыки. Но там, по-моему, я развязываю трубу. Вы можете выступать в любых номинациях. Здесь у нас сейчас автор исполнитель. Да, вот я тогда и покажу две как автор. Ага. А давно пишете? А на вторую, вот, текст здесь. Да, здесь. А я вам давно пишу. Дайте приезжайте. А давно пишете? Ну, что? Ну, цели, конечно, был исполнителем, потом сделала маленького ансамбля. А первая песня-то, слова написанные когда? Давно? У меня есть песня совсем такая, елышевская. Ну, не всегда сказала о любви. Ну, в путь, что сегодня показывать будешь давно написано? Нет, наверное, уже где-то как-то. Тысяча. Я год не помню. Ну, ладно. Давай. Не цели, да? Да. И торопись. Тому я доброта во всей красе, Тот может ощутить себя в пищи и путь, И дождевой рука, и при грозе, И ранним утром кузинкой, красинкой, Всю ночь мы просидели у мостра. Душа, кто пряталась в тени, Позарялась мелодия, Кому нам повторялась В листве, где мы тем же везде века. А кто боль видела, не зеркала, не просидел, Тот мог бы ощутить себя ранитом. Но ручеек пройдет сквозь горы все, И за свиньи по мощным древним плитам Всю ночь мы просидели у мостра. Душа, кто пряталась в тени, Позарялась мелодия, Кому нам повторялась, И эхо песни всплыло слегка. Кто видел фестивальные костры, Тот на мгновенье стал чуть-чуть поэтом, Стихи и музыка, величины и сестры, Как жить и мы без друга в мире этом, Нам груз играл прощательного массаж. Заря в чернинном небе занималась, Мелодия каноном повторялась, И искры пропадали в небесах. Мелодия каноном повторялась, И искры пропадали в небесах. И искры пропадали в небесах. Ставали леса и заводи, И тропинки, и атихи прогулок, Пусть остаются леса свиной. Все трагедии комедии, Будь жить я и словом княжной, И кататься на велосипеде. Будет долго, долго, Расклад вещей, Все семь дней воскресенья вращенные, И пусть перенул веснует клавище, И на кресте креста не черный, Зажгут без имени отчества, Птичкой божьей небесным созданием. Не впущу в свое одиночество Ни гостей, ни воспоминаний. Печный Мартин указан как будто, А стихи взяли вверх над прозой. Я нарву бурки, не забуду, Далеко до нерех вашим разом. Соберу из ракушек гуманистами, Чтоб украсить плакучую гибрюю, А вернусь я век через триста, Очень раненый и счастливый. Молодец. Между этими двумя песнями ты чувствуешь разницу По каждой этих вещей. Первый, когда вы легко, Там сочетание с текарой и вовле Есть она, певущая эта песня. А вот это стихотворение, Ты чувствуешь, что это идешь как по булыжнему стеклу? Дело в том, что очень долго было именно стихотворение. И я не могла его спеть. И, в общем, я пыталась. Ну, и было стихотворение. А потом, ну, как-то вроде, Может быть, оно просто было напито. Я ведь на самом деле, Хорошо, что это происходит в пяти раз. А как это было? Так вот, а почему ты решила, что вот она должна стать песней? Понимаешь, не каждое стихотворение Может стать песней. Вот это стихотворение Музыкально Наоборот, музыка его укропит как стих. Вот ты прочитай его просто как стихотворение, вот этот текст. Можешь вспомнить? Ну, так, хотя бы первую стихотворение Я уеду отсюда, Загодя Будет дом молчалив и кубок. В те места, где леса и заводи и тропинки Для тихих прогулок Пусть останутся за спиною все трагедии В основном такого плана Сейчас разговор идем о другом, понимаешь? Что такое называется Бардерская песня Это русская песня Это деталь Все песни состоят из мелодий и стихов И, в общем-то, нам бы хотелось познакомиться Мелодию мы услышим А вот со стихами Желательно глазами посмотреть У тебя сейчас ты ждешь аккомпаниатора, да? Ну, на вторую песню, да На вторую песню Ты вот сейчас где-нибудь сядь, напиши текстик, пожалуйста Хорошо И заодно сразу все посмотри Ну, ты прописся, на время будет Когда он все полно На бумагу возьмет Потому что, понимаешь Так ты нас отбудишь от чистой воды Можно, да? Да, да, да А когда запишешь слова, то ты не откажешься Девочка, вообщем, здорово вас Спасибо Короче, творение, потрясающе Так, кто еще есть у нас? Крик Дина, ваша Товарищи! Девочка, дядя, на четвертую площадку Заходите Еще не хотим Разделить, наверное, сюда Да За еще раз Разделиться 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 TODO СТОНО Продолжение следует... 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 это вот как получилось я вот стоял смотрел на эти на сутки ты мне не говори как это пошло я говорю как ты работаешь на ты же потом все-таки прорабатывает что-то увидел все как-то обычно говорят вот на меня тут снизошло я записал и больше с меня взятки гладкие оттуда пришло есть такие люди которые были большинство людей какие то есть новые но это очень давно написано и я к ней даже написал и касался не работал над ней больше работают когда мы написал и потом его перечитал на следующий день здесь можно подделать здесь можно здесь можно словечко поменять чуть-чуть тут она вообще получилось как бы даже вот вот серёж написал и как написал так он его и поют не строгал а то что по это самое по поводу пения конечно периодически желательно перед началом пения как распеться попить такой минут пять-десять тогда все это дело проходит идет гладко ничего страшного это технически начинает рука дрожит мандараса таким мандарас начинайте чтобы дрожжа не было всегда пошел попил я выхожу обычно за кулисы как-то интерьер под фанеру и я вместе с ним аромашу под гитару врагу не сдается наш город и варяг когда выхожу на сцену мне уже самое хорошо ну вот первые четыре простейшие у тебя но не греющее солнце вдруг сквозь тучи улыбнулась и холодными лучами не хотя не катя земли коснулась ну как бы по размеру не хотя ты чувствуешь что тут булыжник у тебя лежит и ты от него спотыкаешься издаваешь меня занылись глаза что ударение здесь правильно понимаешь по стихосложения такая ошибка мелкая царапина имеет право на жизнь вся эта песня имеет право на вот такие царапины на них обращай всегда внимание тут удаление стоит не там я чувствую что ты санта спотыкалась и холодными ночами не хотя земли коснулась не хотя понимаешь получается не хотя у меня хотя а у тебя не хотя получается по размеру строки по удалением строки получается не хотя это мелочи и можно заменить можно там сломанную поставить или дважды повторить тем лучше ну в общем поработать надо над этой строчкой когда песня уже нигде никто тебе его нет тронет понимаешь все дело ты если где-то будешь публиковать редактор первое что заметят в первом четверостише вот этот ля ну кстати вот это вот у меня дело так сказать не первое по жизни я как-то чтобы сидеть вот у меня товарищ есть такой он да он как я сажусь и начинаю он берет там кофе берет сигарету ночью когда все лягут берет вот свои тексты сидит там нет я не против я просто придумалось придумала сижение я должен я вращу внимание за перспективы вот эту песню оставь как есть живет своей жизнью в твоей голове живет это все но на будущее при стихосложение понимаешь у тебя потенциальность у тебя очень большая поэтическая а вот такие мелочи ты их плохо что ты их сознательно если бы ты не заметил а тебе сказали оказывается ты знаешь об этом понимаешь все где-то и стараемся вот такие разумники оставлять давай-ка слушаем вторую меселку поехали мои прихожие меселка но вешалка и что висит на этой меселке одно моё полетон вздыхает что тут говорить и я его пойму не сладко вечер проводить в прихожей одному не сладко вечер проводить в прихожей одному в углу приткнулся зон чудак из черной и худой он и жить не может кроме как под дождевой водой а это пара башеноков нас убившись молчи но в общем не с кем говорить и вот по лету грусти но в общем не с кем говорить и вот по лету грусти но сотни звонких голосов зальется вдруг сладко и чнёт а милое пальто шаганьочный спорой и искачает аромат любимых мой цветов займёт крючочек аккурат там где моё полетон мои прихожие вешалка где вешалка и что висят на этой вешалке влюблённые полетон а а чёрного никаких замечаний великолепно но только так может быть все таки вот этот проигрыш там где какой-то музыкальный а понимаешь стоит ли его тебе петь а вот просто за него как-то начало а зато концовка у тебя словесная висят на этой вешалке влюблённые для как-то как ты думаешь для ля ля вот это она разжижает концовку понимаешь а концовка великолепная 2 влюблённых пальто висят а ты взял их приглушил а-ля-ля ля 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 мурай подулку все понимаешь а просто словами кончить получилось кончить нас эффективные так влюблённые пальто а а я вот это давай мы пропускаем тебя с этой песни очень можно попросить а вот вы пели чертой сереже это самое что-то патриотическое у вас есть такой вот от забот от тревог и отдел я уехать учатся хотел улетел я на солнечный юг от чего мне припомнились вот эти сопки в кудряшках и берез это небо упавшее в озеро это нежный знакомый до слез цвета морошковый желтый и розовый и смешивые губы-глоги как помадой черничной накрашенной легкой чайки над морем полет молит север меня и залет я люблю возвращаться сюда где прозрачная в речках вода где сам воздух не хочется пить где люблю и где буду улыбить эти сопки в кудряшках и берез это небо упавшее в озеро это нежный знакомый до слез цвета морошковый желтый и розовый и смешивые губы-глоги как помадой черничной накрашенной легкой чайки над морем полет молит север меня и залет и в каком бы я ни был краю где не пел бы я песню свою и в какой бы ни жил в стороне вновь и вновь вспоминаются мне эти сопки в кудряшках и берез это небо упавшее в озеро этот нежный знакомый до слез цвета морошковый желтый и розовый и смешивые губы-глоги как помадой черничной накрашенной легкой чайки над морем полет молит север меня и залет вот эту тебе великолепную вещь и вешалка первая какая у тебя там была прощание с осенью она у тебя слабее и более сырая не тебе вот это как это называется давай пишу вешалку и северный вазин мы протолкнем а потом понял что она лучше становится вам самому будет лучше приятнее свои песни петь на я просто тебе пригодятся еще на третьем туре покажет это не мое я исполнители отпустить он там на площадке а песня первая 52 параллель вторая на противоположной стороне листа но чтобы отпустить сначала вся вторую параллель ты давно вместе общаетесь ну начали репетировать я просто как исполнитель попросил вторую песню собираю но честно говоря на гитаре играю простой аккомпанемент ты чувствуешь когда ты с гитарой сам играешь тебе увереннее слова произносить или ты произносишь когда кто-то тебе помогает нет я сам играю нет я сейчас просто буду еще а ты еще и на этих ну понятно поехали тогда давай 52 параллель но вновь уложено тушенка в наши люксаки от дождя спасать пленка и резиновые сапоги на рукаве В пакете спички и газета впереди Все выходные и лето Все выходные и лето Все выходные и... Накрывать на непогоду смело за порог Мы выходим год от года, не жалея наших ног Нам двойный лес милее, чем парфюм-клозета Впереди все выходные и лето Все выходные и лето Все выходные и... Зомбоящик нам не нужен, нам нужней дрова На костре подходит ужин А в заначке к чаю ждет халва И никаких для громких песен нет запрета Впереди полвыходных и пол лета Полвыходных и пол лета Полвыходных и пол Старик ли нам улетают, снова ждем апрель Мы за лето Мы за лето обошли И всю 52-ю параллель А в трени Параллели кого поэта Позади Все выходные и лето Все выходные и лето Все выходные и лето Это моя первая песня Спасибо Спасибо Будьте говорить Ну то, что у тебя строчка такая Чувствуешь ты, спотыкаешься От дождя спасает пленка и резиновые сапоги Да, в этом как бы На самом деле Именно вот Об эту строчку Ну Скажем так Я пишу песни Для себя И для тех Кто у костра Именно вот на эту На эту строчку На самом деле Она настолько интересная Что люди Потом ходят и поют И резиновые сапоги То есть они Они замечают это Оставляешь это как шарм На правильность Ударения И размер строки меняется Чувствуешь Да, да Ладно Доброго Требили Согнательно Дальше Строка такая А впереди Пара великого поэта Что это такое? Вот Салс Сергеевич Осень Не понял Осень Осень Великого поэта Какой взяться у великого поэта Чтобы с летом С реформатой Или что? Пушкин Ну во-первых Во-вторых Пушкин Он в принципе Не очень много Сотворения Обусловно Насколько я помню Школьную программу Понимаешь Вот Вся песня Состоит из определенного Набора слов Они Не случайны Они друг за друга Держатся Друг друга Расшифровывают Друг о друге Говорят Ну когда я встречаю Строку А впереди Пара великого поэта Перед этим Ни слова Ни о пушкине Ни о чем Ни о поэтах Ни о чем Ни о чем нет Есть Путылезин Если погибли А сама по себе Фраза Вот это Впереди Пара великого поэта Не из этой песни Ты чувствуешь Согнет? О чем ты думала Когда Великого поэта О чем? Хотя бы Какой-то намек Должен быть Ну намек У меня Содержатся Скажем так В предыдущем Припере Что уже Прошло Полвуходных И поллета Ну что А при чем Тухвеники Парет? Владимир Владимирович Можно я два слова Скажу? Когда человек Идет В турпоход Ногами Да Он тащит рюкзак И у него Я по себе Говорю У него много Разных эмоций Возникает Пока он идет Он матерится Ругается И такая Винегрет И вот этот Винегрет Вот здесь В этом Производении Винегрет Нет никакого Здесь хорошая песня Которая содержит Смысл Содержания Есть какой-то Но для того Чтобы спасти Слово Лето Я туда Втюхал Великого Поэта И все Это просто Объясняется Ну Ради Рифмы Сделаны Это Сознавайте Похоро Может быть Давайте Так Есть Понимаете Давайте Так Значит Ну Песни Имеет Право На жизнь Но на будущее На будущее Старайся Все-таки Вот таких Случайностей Ты чувствуешь Что Сам Иногда бывает Да Не хватает Словарного запаса Скажем Ну Надо Рыбаться Просто Больше А песни Хорошие Чего Рыбалка Да Сейчас Секунду Видите Я у тебя Рыбалка Давай Немал Там тоже Очень много Водфунтов Недостанков Словарного Запаса Ну Такие Я вам И спою Давай Я Я вскочил Как по тревоге Понесли на кухню Ноги Быстрый завтра Хлеб и масло Сало Положил В рюкзак Я проверил Сели с Насти Спящую жену На счастье Чемокнул щечку И уехал В камышах Вродить рыбак Эх Рыбалка Подойдет Любая Балка Эх Рыбалка Ты Че Искорей Неси Эх Рыбалка На тебя И сна Не жалко Были б только В речке Караси Были б только В речке Караси Были б только В речке Караси Речка Озера Балда Не клюет Сегодня Что-то На червя И на улитку На перловку И попы Но с присущим Оптимизмом И большим Энтуазизмом Отправляюсь я С рыбалки Сразу в лес До погребы Эх Рыбалка Подойдет Любая Балка Эх Рыбалка Ножи Ты Скорей Неси Эх Рыбалка Мне Маслят Набрать На жарку Раз в реке Остались Караси Раз в реке Остались Караси Раз в реке Остались Караси Раз в реке Два Поганка Мухомор Отца Рыбанка Нет ни рыбы Нет ни мяса Ни грибов Ни ягод Нет На сегодня Все Пожалуй Я довольный И усталый И наверное Супруга Уж Нажарила Котлет Эх Рыбалка Эх Рыбалка В магазин Иди Жалко Эх Рыбалка Ты Трофей Домой Неси Эх Рыбалка Колбасы Купил Я Палку И еще Селедку Василь И Еще Селедку И Василь Еще Селедку И Василь Проводки Почему Нету Ничего После Рыбалки Обычно Я На самом деле Если Если Я еду На рыбалку То Я езду На рыбалку Молодец Мне кажется Вот Песня 52 Паралель Да Если Дальше Двигать Ну С рыбалкой А сам ты чувствуешь У тебя тут Шероховаться Ты Есть Согласен Думаешь Над ней Работать Или Так Сойдет Ой Знаете Она Уже Есть Столько Что Ну Понятно Ну Вот Ты Начинаешь Сразу Первый Предпех Рыбалка Подойдет Любая Палка Я Уже Все Здесь Я Уже Вырубил Понятно Понял Да Великолепная Находка Палка Колбасы Великолепная Находка Переделай Что-то Здесь Чтобы Палка Она Смени Что-то Ну Причем Тут Палка Нет На самом Деле Как бы Если Мы Говорим О Рыболовах Есть Профессиональный Такой Жаргон Что Ну Ну Согласен Да Есть Давай Мы Тебя Оставим Что Ты Говоришь 52 Параллель Давай Мы Тебя Оставим 52 Параллель В Ко Все Две Не Гор Теклых Не Гор Теклых 52 Параллель Вам Спасибо Возьми Тексты Они Тебе Приходятся На Третьем Туре Спасибо Они Страшу Ребен Товарищи Заходите Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Очень Приятно Еще раз За вчерашний концерт Спасибо У вас тексты есть? Тексты я взял На всякий пожарный Но от руки Два И один Отпечатанный Что будет петь сейчас? Две песни Две песни Да Как обычно Николай Я из Снежинска Ну так и себе Немного 55 лет Трое Трое пацанов Один внук Собственно Я сейчас проживаю в Снежинске Закрытое Территарийное образование Учителя рисования Леша Принеси Я подарю Человеку Каталог 30 лет Детей веду Клубка Крюква И Мишки Значит Вот Выписали Каталог Администрация Помогла Увлекаться Стал Ты 25 Мой Третий Тур Нет Я просто Подарю Человек Каталог На меня Все время Продевали Впечатления Это не для того Чтобы там есть Это для вас Тарикатура Короче Это Такие образы Тоже А детям Сука От 5 лет И Старше То есть Мы участвуем На международных Конкурсах В общем Сами делаем Проекты Сейчас Совместно С Росатом Проводим Международный Конкурс Который Называется Атомный Век И Простают Всегда Прав На мою Фамилию Сайт Записан Ну что будешь Показывать Я хочу Сначала Песенку Спеть Которая Ну Такая Туристическая В городской Суете В городской Суете Задыхаюсь Я не в креслу И синим горам И поэтому Я собираюсь С рюкзаком На природу Как в храм И поэтому Я собираюсь С рюкзаком На природу Как в храм Только здесь Задушевная Песня Запад трав И дымок От костра На бревне Нам с тобою Не тесно Хоть порой Достает Машкара На бревне Нам с тобою Не тесно Хоть порой Достает Машкара Скоро звезды На небе Зажгутся И луна Как слюда Заплески Тихо ветки От ветра Качнутся И гитара Струной Зазвенит Зазвенит Здравствуй, лето Здравствуй, лето Кто не видел Кто не видел Кто не видел Кто все потерял В городской суете Задыхаюсь Тянет к лесу Тянет к лесу И синим горам И поэтому я Собираюсь С рюкзатом На природу Как фрам Спасибо Это песня Ну как бы Вообще Посвящена Ильменскому фестивалю Вот и Как-то вот В этом году Первый Вот фестиваль Это прошел На новом месте В прошлом году Что-то сосны Повалились Там Несколько людей Погибло Да, жалко А вот к старому месту Как-то вот Привязка такая Вот там Такое вот Красивое место Не знаю Озеро Ильмень Там Как-то вот Все Вот это И на новом месте Блин Что-то Какой-то дискомфорт Не привыкли Не на море Так Одну биллечку Прошу прощения Так Чай Кофе Чай 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 Черный Зеленый Сахар Сахар Спасибо Ну чего Вторая песня Я Я ее просто должен исполнить Разбор будете делать С разбором тут Все хорошо Вот Я тебе прочитаю Здравствуй лес Дорогой Здравствуй Лето Я мгновения Этого ждал Никогда Не забудется Это Кто не видел Тот Все потерял Понимаешь Сказано Хорошо Но Чуть-чуть Сам Не прямо А недосказано Кто не видел Чего не видел Понимаешь Приходится домысливать Что Ты все описал Но это надо так сказать Что то что Я говорил То что я видел А потом ты говоришь Кто не видел этого Понимаешь Кто все потерял Это тебе На будущее Такое Подработать Подработать Тогда песни будет Цены не будет Понимаешь А все Остальное Первых Три Великолепные Спасибо Понимаешь Я тоже Думал Что У тебя Немножко Потери Русского Языка Кто не видел Кто все потерял Чего не видел Самое Интересное Я Перебиваю Извините Я Столько Работал Текстом Ну и не просто Так работал А вообще Ты чувствуешь Последний куплет Знаешь Надержи Спасибо Пойдет На третий тур Пойдет А вот Про Пушки Я хотел Это моя Ну как вам сказать Боль моя Это самое А вот Вот Это дуэль Собственно говоря Там я эпиграф Использую Пушкина Ну так Это небольшой И как бы Вот потом Звучит вот этот Ну текст Музыка Как бы Литературно-музыкальное Произведение Получается То есть Я Читаю Как бы Эпиграф Пушкина Слова Потом уже Исполняю И как бы Это тоже Дуэль Получается Ну Не то что На Все Предыг Но Подожди Митерогат Ага У тебя Все здорово Все хорошо Все хорошо Не торопись Сейчас просто Поиграем На детали А потом Я снаю Потому что Волнуешься Все нормально Здорово Все хорошо Соберусь Все хорошо Перед тем Как будешь Треть Иди по Пойку В лесу Распойся Распойся Поиграли Чтоб ты не волновался У тебя Здорово Ну все Я готов Эпитров Приветствую тебя Пустынный уголок Приют спокойствия Труда И вдохновения Делился дней Моих невидимый поток На лоне счастья И забвения Я твой Я променял Порочный двор Церцей Роскошные пиры Забавы Заблуждения На мирный шум Дубров На тишину полей На праздность Подругу На мышление Напомните Пока вы Господа Кареты Черной речки Подъезжают Горит В небе Яркая звезда И что-то Секунданты Обсуждают Напомните Пока Господа Открыты Двери Высшего Суда Отброшены Ненужные Шинели Ну вот и все Скоритесь Господа И все Вокруг Оцепенели Напомните Бокалы Господа И сдрогнула От выстрела Земля А холод Леденящий Обжигает Сон в руку Был Провел Огоня Как седока С обрыва Он бросает Сон в руку Был Про белого Коня А куда Слабеет Укасает Взор Не обманула Старая Цыганка Судьбы Увы Свершился Приговор Прощай Прощай Летейный Мойка И фонтанка Прощай Летейный Мойка И фонтанка Мойка Мойка Напомните Напомните Пандал Господа Мойка Мойка Озеро Оракуль, там на Урале у нас Лишневый Горст и такой камерный фестивальчик интересный. Тут бы, конечно, второго гитариста добавить, чтобы он все чудеса делал. Вот по поводу «Исчезла в темном облаке звезда». Она все-таки не исчезла, она погасла. Погасла, значит, какая-то надежда, что еще? Согласен полностью, да. Тогда будет она более оптимистичная. Она будет укладываться в набор слов, которые используются в этой песне. Исчезла, то вот. Ты знаешь? Я как совет. Она ей понравилась здесь не так. То погасла, то исчезла. Но погасла лучше, да. У меня это, варианты есть. Держи свою. Мы тебя пропускаем. Раскуй суети. Как вы решите? Раскуй суети, она более динамичная. Мне и то понравилось, и то понравилось. Тебе самому что хотелось бы исполнить? Ну, я думаю, что рука не дрогнет, если я все-таки питерскую песню вот эту исполню. Я думаю, что… Вот это замерз? Да, вот это надо. Ну, с другой стороны, городской суети, она… В СССР, надо сам решать тогда. Делаем так. Если нам разрешат выпускать, мы не знаем условий. Если по две разрешат в третий тур выпускать, тогда мы тебе возьмем две сразу, да? А если нет, если скажешь так, ну… Значит, хорошо, хорошо. Тогда оставляем пушкинскую, да? Спасибо вам большое. Я просто хочу еще сказать спасибо организаторам, спасибо вам вот этому, я не знаю, но… Я первый раз на таком фестивале… Вот недавно с грушей приехал, но… Это другое. Здесь… Это ты тоже на груши? Был на груши. Ты прослушался где там у нас? Я не прослушался, я просто шел в это самое. Потому что я перед этим курсом видел как раз, тебя не было. Я вообще даже не знаю. Я тогда помню. Ладно, отходим. Угу. Угу. Спасибо большое. Еще одно предложение. Вот помните, на малиновом отходе, я почти всех нарисовал членов жюри и так далее, но можно я вот просто этим тоже… Подойди к этим ребятам, которые… Это просто надо место и это самое. Может быть не прослушивание, а когда-то после этого. Вот. Порисовать. Просто всех… К устроителям подойди. Спасибо большое. Удачи, спасибо. У тебя спасибо. Она еще вот эта… Воль, еще, Воль, возьми, еще… Кто у нас там есть? Попов. 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 Сергей. Алексей. Ага. Давайте. Спасибо. Попов. Две песни. Какие думают здесь? Сенегурочка. Песня. Да. Вот этим делом занимаетесь? Трудно сказать. Первые песни я на стихи Весенина, в девятом классе… Когда ты начал писать на свои стихи? А когда на свои начал? Ну где-то, наверное, 15 лет назад. Сколько? 10 или 15 нечастая я значит по профессии техник-испитатель вот старшие смены песни не зарабатываешь песни нет песни не зарабатывать ну ладно все будешь показывать это первое дети первые с него ручья мальчугану фантазеру зимней ночью снится сон на заснеженном просторе повстречал девчушку он так только в сказке случается косы по ветру разбросаны синёкая красавица хрупкая светловолосая разогнав ночную небу сон чудесный вспоминал и красавица из снега он с любовью извоял славно вышла любому понравится будто белоребедь над плёсами синёкая красавица хрупкая светловолосая быстро годы убегают мальчик вырос возбужал знаешь чудеса бывают он девчушку повстречал я бы удивился тоже шла как легкий ветерок на снегурку так похоже только он подумать замок белое легкое платьице стройные ноженьки посые синёкая красавица хрупкая русоволосая может сказки может были я рассказываю вам но встретились и полюбили та девчушка тот пацан много деток нарожали продолжая рот людской но смолчать смогу едва ли а дочурки их одной она из тех кем отечества славится чистая мытая розами синёкая красавица хрупкая русоволосая как Россия синёкая милая русоволосая милая русоволосая милая русоволосая добавляя всех пытался раз ухоанализировать как у тебя правильно тонкая здесь напечатать до остановись на таком не знаю там то есть сначала тут ну как идет потом хрупкая ну по тексту чтобы не повторяться я не знаю как можно хрупкое везде петь просто печатай тогда так пойдешь на третий тур ты все-таки стоит то чтобы показывать из текста обычно смотрим на то что ну тогда я по тексту по своему еще раз пробегусь и более внимательно поэтому так вот я не знаю че че если вместе либо либо созвездие девы либо подожди не вернемся снегурочки загнав ночную негу сон чудесный вспоминал и красавицу из снега он с любовью извоял как живая любому понравится словно белая лебедь словно белая лебедь любому понравится тут что-то пропел совсем невнятно что-то я просто что-то перед фестивалем думал немножко поправил слова потому что что-то мне где-то не нравилось и поэтому видимо в старом варианте спел что славно вышло любому понравится вот не уходя от текста смысл-то один и тот же смысл разный тот первый вариант который ты пропел там невнятно все по словам здесь лучше хорошо буду придерживаться как же что у нас есть такая давай там еще два текста звезды девы какой-то душ покажу не знаю а какой лучше более жизненно утверждающий или более грустного какой славу кроме это о чем ну как бы про любовь и так же любовь и это про любовь ну давай послушаем а там если что мы третий послушаем так мне милая однажды песни помогу тебе проснуться Голос мой, гитары, звуки Долетят, души коснутся Музыкой души своею Ты на этот зов ответишь И пойдешь ко мне навстречу И меня, конечно, навстретишь Долго-долго вы глазами Лишь б глазами объяснялись И простили бы друг другу Что так долго не встречались Где же ты была, родная? Где ж у меня всю жизнь носила? Все равно соединила Нас любви великая сила Нас любви великая сила Губы-губ коснутся робко В поцелуе незаметном А потом дыхание наше Как костер распарит ветром Страстью огненной напьемся Как водой, водой живою И от счастья захлебанувшись Крылья обретем с тобою Крылья обретем с тобою Сильно не взмахнув крылами Полетим вперед к рассвету Все невзгоды и печали Позади оставила где-то В синеве небесной тая Вдалеке от хижин кесных По пути сомкнемся стаи Птиц прекрасных, птиц небесных Птиц прекрасных, птиц небесных И красивый, и печальный Будет крик у этой стаи Осознаем мы не сразу Что язык их понимаем Они не удивятся Вглядываясь в наши лица Мы тогда поймем внезапно Что такие же мы птицы Что такие же мы птицы Что такие же мы птицы Ну ты опять ошибаешься Напечатано одно, поешь другое Все заботы и печали А ты что пел? Честно, я не волновался Я не волновался Я как-то в себя ушел даже Ну напечатано забота А ты пел какое-то другое Теперь вот возьми стройку Подумай над ней По пути сомкнемся 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 Дальше Стаи Еще раз По пути сомкнемся стаи Птиц прекрасных, птиц небесных Можно сомкнуться со стаи А у тебя вот этот С отдельно Ты чувствуешь, что он тебе колежит всю стройку? Да, вообще так Подумай над этим Тут легко исправимо все это делать Но с стаи Два С С Или со стаи Понимаешь? Или просто стаи Сомкнуться стаи Даже лучше, чем просто стаи Понял? Попути сомкнемся стаи Ты вот надо этой строкой поработать Сам ты чувствуешь, спотыкаешься здесь все время? Тебе надо произнесить С стаи Понимаешь? Это не ложится в музыкальную строку Размер не ложится Не просто произносить Со стаи С 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 Подлежит ремонт Совсем Ты понял, что очарован Спасибо Я даже Ты сейчас не замечал Я понял, что ты поешь просто По пути сомкнемся Ты бы например сделал По пути сомкнемся в стаи Тут я понял По пути сомкнемся в стаи Извините, что ты не убираешь Созенец дедиву можно показать? Тогда укончим с этим Извините, что ты не согласен Я не согласен, что я говорю Нет, согласен Понимаешь? Есть выражение По пути сомкнемся в стаи Тут я чуть-чуть В ставит на место Связывается в стаи По пути сомкнемся в стаи По пути сомкнемся в стаи ожидает вашего у вас получается что ты и девушка больше никого нет вольёмся сомкнемся сомкнемся и сомкнемся твои дела уже этические а чисто хрестоматийно неправильно вставили это будет все на несколько лет принято спасибо большое даже еще чего больше замечаете а так все это черта мы на на будущее вот первый четверо стиши идет и такие окончания фраз проснуться коснуться ответишь встретишь тебя не настораживает обилие головой понимаешь вот эти хотя бы чем-то разбавить надо понимаешь на будучи имеет право на жизнь но когда четыре глагонных лифмы и одна другую совершенно не спасают тут надо этим надо более другое что еще мы ну если ну чему пускай ну что вы снигуручка и может быть созвездие послушать я не знаю чем лучше ночь человек сидит на берегу озера по страну прохладно в воздухе той тихой ночью сентября ясная печаль торжественна царилочку глядел на звезды в них я в них искал тебя но не нашел не отыскал созвездия девы милой а осень тихо чашу подносила грусть вина грудь наполняя смутной непонятной мне тревогой все наблюдал как волны серебрит луна ты не пришла ты не пришла той лунною дорогой так я там вот решил один куплет выбросить потому что она очень длинная получается лунною дорогой твой тонкий силуэт мне чудился в огне подвиг рисовал твои твои глаза и губы как будто бы сказать но что сказать хотела мне как жаль что так и не расслышал девы любой а утром ветер в золоте кудрей берез играл легко мое ночное наваждение задунул и есть ли ты фантазии фантазии моей наверно все же все же я тебя придумал а может нет и много много лет спустя ты бабушка и почти уже совсем седая сгрузнешь по мне припомнив припомнив этот стих меня припомнишь этот стих читая твой тонкий силуэт мне чудился в огне спасибо сделал хорошо что сократить сократил можно было и побольше сократить ну вещь-то сырая у тебя понимаешь в чем дело ну первые четырестишие ты лихмуешь сентября и скал в пропадном воде той тихой ночью сентября неясная печаль торжественно царила глядел на звезды в них я в них искал тебя где а то сестра забыла запечатать ну что у тебя сентября не очень хорошая жизнь ага сентября тебя ну да она еще жить может но если просто искал сентября тут конечно ты переправь потому что если и дальше этот мы вычеркиваем а утром ветер в золоте берез а ты прочит пропел что мне я перед отъездом сестерку попросил распечатать она мне распечатывал мне то сейчас поешь по-другому там какой-то слов золоте пудрей берез играл в золоте пудрей в золоте пудрей да берез играл но поправить надо дальше идет легко мое ночное наваждение вздумал ты есть и ты фантазии мои наверное все же все наверное все же я тебя придумал чувствуешь спотыкаешься нет я пою наверно а не наверно вот тут написано в чатахом наверно наверно тогда если е убираешь меняется количество строк тогда становится все на свои места а вот это йо наверное увеличивает количество строки и ты сразу начинаешь как-то булыжнику идти наверно все же я тебя придумал тут уже легче вот на такие вещи обращаю внимание количество строк должно совпадать точно так же сопутствующие строки и потом а может нет и много-много лет спустя ты бабушкой почти уже совсем седая тебя ничего не насторожит могу очень нужно не очень разговаривать об этом почти уже седой понятно ты бабушкой какой бабушкой седой а ты бабушки почти уже совсем седая понимаешь неправильность фразы построены понял о чем бабушкой ты бабушкой какой бабушкой седой да а если бабушки почти уже совсем седая может может такая быть вариация расшифровать давай мнение такое мне уже подсказывали один куплет мы вычеркнули в принципе песни и так достаточно длинная мне куплет с бабушкой советовали тоже выбросить и остановиться на том что ты есть и ты фантазии фантазии моей наверное все же я тебя придумал я на этом тоже остановился но ты тут все видите пожалуйста свою руку нет это свое мы тебе отдадим так я понял я иди ты заняешь ну что давайте с песней снегурочка да тогда давай тогда мы тебя отпустим с песней снегурочка а над этим надо работать надо тебе очень сырой материал очень сырой спасибо снегурочка мы тебя оставляем ты возьми а ты снегурочку бери потому что тебе надо будет показывать на этом дуре так что так это у нас чернушок Попуха Алексей да Попуха Алексей да мы тебе снегурочка да снегурочка товарищи заходите следующий пожалуйста я про текст положения ничего не было сказано случайно просто одна одна песня оказалась в двух экземплярах хорошо как они говорят Митрофанов Николай номер пять не у тебя не сказать где ты что-то кто-то 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 Волоков это Саратовская область деревня Волоковская область Волоковская область две песни зовут Николай 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 это можно ты давно песней ты занимаешься песней ну я когда-то с Бардом ты общался еще 25-30 лет назад сам песни не сочинял ну были наброски остались некоторые старые но исполняться на конкурс не про у нас был дуэт с другом у нас Бард Азин Балаковский организовал клуб ну там у меня концертная программа была а потом моя жена что-то затачилась и наш двуэт распался вот и некоторым 20 лет я гитару вообще и стихи перестал писать текст перестал писать а так я из первого класса пишу стихи вот как выяснилось я об этом забыл просто вот а в голове все равно что-то рифм читают постоянное потом вот сработало к другу в гости заехали а ему уже 55 было нет и все а там поспешим я помню жизнь просто нам хоть что-то после себя оставить я вам интернет на рассказы я зачитал с его рассказами и кость у меня клювов и опять прорвал ну что же я бросил прям и пошли 48 лет у меня опять пошли на на атомные работы планирование подготовка ремонтов а у нас вредность такая как бы не числил так приплачут в зонт ходим а к пенсии не идет чего тогда тишина это про войну а это два экземпляра да ну просто его случайно оказался остальные я не взял с собой тексты если надо будет я могу их или написать потом или если разговор не спи то конечно мы можем только с текстом да в положении не было сказано надо что в положении было сказано что автором текст на месте ну ладно давай это я просто случайно поехали это утро тусклея краска как обычно перед концом мы укрыты одними красками мы взрываемся в пыль лицом тишина стоит предрассветная все мгновения сочтены не извиняюсь тишина звенит оглушительно все мгновения сочтены жизнь кончается так стремительно в эти будние дни войны тиши 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 тишина в тишине тишина тиши тишина 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 Треугольники, письма сложены, Попрощались, считай, с семьёй. А судьбы своей знать не можем мы, Жив будем, придём домой. Тишина звенит оглушительно, Все мгновения сочтены. Жизнь кончается так стремительно В эти губные дни войны. Тише, 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 тишина, В тишине затарилась война. Нет, как будто бы вовсе войны, Стихло всё лишь звенит. Тишина, тишина, в тишине, тишина. Всё давно прошло, годы милые, Отдремела в боях война. Но опять осколками милые, Режет память мне тишина. Как таились тьмой предрассветною Утро будничного войны. Да, на оставшемся память светлой, Вы летели на дне тишины. Тише, 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 тишина, В тишине затарилась война. Нет, как будто бы вовсе войны, Стихло всё лишь звенит. Тишина, 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 тишина. Николай Александрович, а Вару не служил? Нет, я в Министерстве попал на бойничный клуб, и здесь, в детском мире, осталось следовать. Да, да, да. Здесь, конечно, можно я в Льденове сейчас, конечно, поговорю. Здесь, конечно, вот этот образ тишины, её, конечно, от тех нужно тащить в зерог, потому что... Вот, то, что ты сейчас пел, немножко не то, что написано. В смысле, отец там шёл? Да, отец там ушёл. Первый куплет – одно, второй куплет – второе, третий куплет – третье. Вот, и, конечно, вот это то, что в припеве ритма не совсем чёткая получилась, и вот как бы вот... Вот здесь вот всё понятно. Тишина, вон, значит, там ритма нормальная, с размером. Тиши, пиши, тишина, в тишине затоялась война, не скажу, будто бы вовсе войны, все безумие – тишина, тишиной, в тишине, тишиной. А припев, а припев, ты стрел, не совсем, вот, точно написано, потом, вот, опять-то, получилась такая... Ну, в боксе, правильно, вот. И потом, конечно, мне, вот, чисто, как военному человеку, достаточно много приходится работать с военными песнями. Тут, конечно, твой взгляд на это самое, на этот вопрос, конечно, не великий место быть. Ну, вот, в общем, да. Ты думаешь, может, вторую песню послушать? Угу. Я, извиняюсь, я, извиняюсь. Вот, давай, всё-таки, я согласен с Михаилом, всё, что он сказал, есть ещё. Ну, насчёт рифма, я что-то не знаю, потому что там рифма идеально. Ты не допел, отгремела вдали война, что там, а ты, какой-то слов, стиху, там, между этими... Ты просил... Сейчас, 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 всё давно прошло, годы минули, отгремела вдали война, ну, опять осколка минами, реже память, мне тишина. Николай Константинович, ещё, смотри, такой момент, вообще, вот, тут, как бы, ты текст написал, а потом переделывал, или нет? Я писал... Да его недавно делал. Значит, смотри, здесь вот есть, например, вот такой момент, вот, мы сидим в окопе, в кастах, да, в первом публике, в последнем публике написано, отгремела вдали война, понимаешь? Если я в окопе сижу, то у меня уже вдали войны не может быть, потому что... А-а-а, логическое нарушение, получается, выдастся, что-то не подумал, ладно? Да, 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 и вот, чтобы с этими вещами бороться, есть такой способ, вот он встал, перечитал на свежую голову, опа, это надо... Нет, нужен посторонний взгляд, на что-то никто в этом не сказал. У тебя, от своего рода, да, мы прикрыты одними кастами, слово одними, какое же значение тут имеет? Да это вся врань она к тому, что каста осталась. Так вот, понимаешь, одними кастами прикрыты. Такое впечатление, что одной кастой прикрыты, понимаешь? Да, что мы все, огромная каста такая. Нет, мне там, если бы она в одном, лично, моя каста много, кастами. Мы, кастами. Слово неудачное в предложении стоит. Мы прикрыты одними кастами. Что значит одними? Приведи меня на русский язык. А другой защитами? Одними кастами. Понимаешь, кастами? Какие? Защитные касты там, или какие? Ну, а какие касты-то на войне? Ну, не одни. Что значит одними кастами? В этом предложении, слово одними, оно совершенно не в этом контексте состояние слов. Вы состоите в празднике, что я растишь и состоит из этого программа на гору слов. Каждое слово должно отвечать за свое действие. Здесь слово одними, оно, вы, конечно, видите, сам чувствуешь это? Нет, сейчас я не знаю. Тогда я тебе только одно тогда сделаю замечание. Пропой мне строчку. Как таились тьмой предроцветную утро бутничного войны. Утро, что значит утро? Утро бутничного слова. Ну, даже компьютер ошибки не сказал. Утро, утро, утро. Есть утро, а есть чего? Утро. А здесь непонятно, что здесь? Как таились тьмой предроцветной? То есть, как таились, значит, будет какое-то существо, множественное число должно быть. Как таились тьмой предроцветному? Утро, понятно. Утро. Утро. Будничного утра войны. Да. Предроцветная тьма утречного утра войны. Но тут у тебя, во-первых, ударение совершенно не то. Утро, понятно, в множественном числе. Хотя его никогда не есть. Это слово никогда... Так и утро же не единственное тоже. Во множественное. Тьма, утро. Утро одно. Так тогда... Как таились множественного? Мой предроцветный утро, единственное число. Будничного, единственное число. Получается, какой-нибудь негреткий человек. А потому, что таились это множественного. Это мы таились. как таились мы таились тьмой предрассветно непонятно тут а я здесь нужно то есть минуты то не дарились при этом мы то есть вот это надо надо точить надо смазать ты не понял о чем я тебе говорю давайте причинял все то что он сказал я понял то тут есть такой момент я тебе тоже самирую только по-другому построение чисто хрестоматийно должно быть вложение выгодить а тут у тебя получались как таились тьмой предрассветно кто-то есть а где здесь это непонятно и когда утром мы там в начале предложения в первом куплете мы прикрыты одними касками как таились тьмой предрассветно слушай это то начало песни здесь конец они продолжают она наверно в начале дейси то же самое давайте мне еще тяжело с вами говорите себя перед глазами мы же дергаем сейчас вперед назад и мне трудно режет память не тишина как-то или там она же изначально идет о нас вы его носим числе с руками то есть и потом она уже как тут у меня шло как воспоминание уже о том что это режет память не тишина вот и которые вытекают или дефис нужен был дар поставить на продолжение как таились смотреть стихия такой ужасная субстанция которая грузит мозг и наша задача облегчить ему самому восприятие твоего нашего эмоционального посыла вот поэтому с этим делом надо что-то сделать для понятнее да свежий просто вот поточить надо поточить надо встать утром так раз не я понял все нет еще нужно свежий взгляд подавайте там и критика конструктивная критика это способ движения вперед но судя потому что он показал с этой песни я желательно все-таки написать время есть напиши текст второй песни приходить со второй песни вы не разберете мой почерк у меня с проблем с почерком еще не будут твои проблемы эти наши проблемы ты прочитаешь что ну просто сделал сделал здесь да прятал все грехи свои за свое пение за подачу за и мост его зайти за все хорошо давай товарищи еще раз кто у нас у нас завтра я же не знал что они нужны может спою поскольку об этом есть еще у всех тексты закрытыми глазами тебя самому интересно Интересно все-таки в ссылке? Интересно, нам не могу. Ручка есть? Мне интересно. Садитесь и пишите. Интересно, тогда пишите. Идите. Давайте. Тогда представьтесь, пожалуйста. Назар, Михаил. Возьмем номер. Назар, возьмем номер. Михаил, вы буддовыск? Я сервист. Колонна, там мой столб. А, да. А сейчас работаете в Возевске? Да, сейчас в Возевске учу детей. А учите, да? А что такое предмет видите? Физика, история, общество, знание, правовидение. Так, и чего тут? Две песни? Ну, две. Чем не после войны? Да. Нет, она, в общем-то, это блоком она идет. Не надо сказать виноватых. И вторая пародия, точнее, ответ Глафири Андрюша. С другой стороны где-то, наверное, смотрите. С другой стороны где-то, наверное. Смотрите. Все, 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 все. Да, да, да. Давайте. Поехали. 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 Я просто много работаю с военными текстами. Посыл эмоциональный хороший. Исполнение нормальное. Текст надо работать. Надо точить его серьезно. Потому что здесь такие моменты есть. Войны. Войны с войной. я не придирайся просто говорю то что есть вот стихотворение которые перед этим твое выступление сейчас построена совершенно профессионально точки зрения блоков вступления начало как ты играешь как ты поешь вот мы сами стихи советский флаг отходил на или слагом как символ отначения войны и живи и радуются под этим мирным стягом кто рожден уже после войны надо сырикой делать потом блокады бои под Коском и под Сталинградом блокады Ленинграда и Хаты остались лишь восстанавливать ветеранов тем кто рожден уже после войны Хатыни и войны никак не вернуется потому что понимаешь вот эти все вещи это как вот памятник в котором сбоку карандашом написано там маня любит Ваня к сожалению затертка в памяти войны суровые даты и пока к Шауме земле идут в бои и едут сыпь дом и рабов дом и солдаты где родины уже после войны вот то есть вот с этим надо конечно бороться безжалостно как бороться безжалостно вот один из способов я напишу текст вечером утром стою на свежую голову я этот текст долблю целый день хожу читаю 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 чем-то отвлекаюсь я до тех пор пока у меня текст мой собственно не перестает вызывать отрицательные эмоции что делал что-то не заточил ну и конечно вот чисто так стилистически конечно вот мне близка эта идея то что солдат войне должен побеждать и и он не должен плакать там что мы не просто начальники дураки мы неправильно воюем мы мы правы мы победим и так далее надо искать виноватых ну может быть это имеет место быть ну у меня начало только толка найдет как не будет до 100 лет написал текст ты его потом тащил не тащил не верхняя часть от написан буквально недавно вот значит надо это вот садиться и безжалостно это делать достаточно несложно потому что учитель тем более росатом уровень развития достаточно для того чтобы все переделать без потери для смысла она у меня песня сама по себе шла сюда а здесь не лет семидесяти нужно было чисто по без эпилога и в принципе без это нормально выступление это эпилог чтобы к тебе привыкли потом начинаешь разворачивать я сам так все время делаю эпилог короткое вступление все растише и потом разворачиваешь телу начинаешь тихо не громко а потом разворачиваешь уже идет там все это мощное какое-то самое но сами стихи конечно надо это их наждачкой жесткой пройтись а по самой песни прошло 17 начинаешь вторая строка у тебя мальчизны великие солдаты а ты спел мальчизны великие солдаты ты спел другое слово да может быть волнуюсь родины или чем-то там где не знаю ты в общем придерживаешься текста ну правильно миша сказал по поводу написания христа мальчизны в я объясняю преподавателю говорить например тучи наш погибать и война совершенно не рифмовый строчке посекут как колоссия градом кто ушел не вернувшись назад размер строки когда меняется чувствуешь ты можешь вытягивать конечно за счет голоса там же но каждая строка должна состоять из определенного количества у сильных долга до этих слогов сильных слогов да а у тебя где не хватает ты начинаешь голосом добавлять а такие строчки как то решат по штабам в медсамбатах говорят что война есть война и не надо искать виноват а дальше идет жизни градом посмертных наград посекут как колоссия градом чувствуешь тут спотыкация начинаешь произношение там жизнь жизни градом посмертных наград посекут как колоссия а у тебя как колоссия градом а наверно права руке идет не хватает одного слова над этой строки да я как колоссия и пою видимо это скорее всего когда печатал компьютер сам исправляет но больше просто колоссия не произносит слова такого нет есть колоссия правильно слово имеет право на жизнь колоссия колоссия не поется появится размер и увеличил размер с используя изменив слово свое просто нет такого слова колоссия а тебе нужен был окошечко закрыть это чтобы пелось и читалось ну прошли что-то вещь сырая очень ты честно говоря используешь тему которую понимаешь свято для многих людей это тема и многое в этой теме всегда людям прощается понимаешь ошибки а греть тематику даже прощать есть тематика войны есть война есть смерть а люди пишут и каждый по-своему воспринимает тут в этих словах которые здесь есть твоего лично практически нет ничего вот это моё лично потому что через это прошел ну давай в наших мыслях и наших делах мы отчизны великой солдаты честь для нас непростые слова и не надо искать виноватых ты тут ты солдат что не офицер офицер да только раны порою болят иначе не спится солдату непогоде болят говорят и не надо искать виноватых при чем тут виноваты закрываешь просто рифмованные вот этой фразы можно можно я просто объясню я говорю я прошел через это не нет я я уже другом то что ты прошел я с этим я другом причем здесь виноваты причем здесь виноваты потому что сейчас вот вот эту трагедию которая будет технократный бой покрывает перед киской кто виноват подожди мы говорим о разности все я понимаю что мысль искать виноватых она рифменом идет через всю руку имеет право на жизнь но четверостишее которое прилеплена эта фраза она совершенно выпадает из контекста чтобы искать виноватых только раны порою болят иначе не спится солдату непогоде болят говорят и тут сразу дальше идет и не надо искать его что откуда раны рано от войны а войны разговор-то у тебя идет не рано идет только раны порою болят и ночами не спится солдату непогоде болят говорят хорошо все и вдруг совершенно другой и не надо искать виноватых причем тут виноваты когда ты описываешь как раны болят у тебя понимаешь как ты переживаешься а причем тут несколько болят они потому что человек был на войне а почему он был на войне потому что кто-то послал кто виновен что люди вошли наверно и потому что урана вот здесь мысли чем люди которые прошедшие войну не обязательно даже физически равны с душевым рам так далее они не дают жить ты не понял еще еще раз объясняют есть четверостишее которое содержит определенную мысль оно должно соответствовать риф содержание строк риф и прочее прочее все это есть но смысл четверостишее совершенно раскладывается на два понимания и эта фраза которая заканчивает это практически четверостишее только раны порою болят и ночами не спится солдату непогоде болят говоря вот тут надо строчку которая заканчивает эти три предыдущих строчки а причем тут виноваты и не надо искать виноватых ты меня поставил это в такую позу и чем хотел этим сказать что не надо искать меня вот я хочу спросить вы что-нибудь я хотел совершила болтать право это уже с другого первых строчек они же в общей тесте полного если 1 и 4 возможно тогда надо оставить эту строчку так как она соответствует всей песне а первых три четыре первых три строчки выкинуть по меня понимаешь они тут не нужны тогда получается что ты хочешь все-таки оставить не надо искать виноват вот песни ведь о чем это о том то что после где текст есть это это положение до глафера васильева сей если про глаферу приходи ко мне глафера приходи ко мне адрюшка на коньяк и на лимон раздольем коньяк под кружка и лимон туда макнем три кусочек колбаски мы разделим пополам ты опять расскажешь сказку как по мне давно скучал лучше быть сытым чем голодным лучше жить в мире чем злобем лучше быть нужным чем свободным это я знаю по себе это я знаю по себе винегрет пирог или грушу может кофе или чай ты андрюша больше кушай на закуску налегай мы аннабу врачи не станем а возьмем обраудерсу лопнем залпом по стакану и споем про пикассо лучше быть сытым чем голодным лучше жить в мире чем злобем лучше быть нужным чем свободным это я знаю по себе это я знаю по себе принеси бутылку водки под огурчик и рассол раздольем ее по стопкам ведь без водки что за стол я возьму кусочек сыра и порежу и потру ты споешь мне про глафиру рано-рано поутру молодец образ умеет место быть и споем по пикассо это про пикассо есть песня я думаю что если пропускать кусочек а только в эту фразу то измени все таки и ремонт туда и ремонт туда на окнём дальше что дальше три кусочков колбаски но по ней вот находит на эти кусочки три кусочка колбаски мы разделим пополам еще раз кусочек и чего ты чувствуешь не хватает слова ты кусочек а у них а мы же песня это вот откуда пошло этот как раз слышал три кусочка колбаска 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 вот она просто сюда у тебя кусочка по-русски скажем а у тебя кусочек а что за кусочек три кусочка колбаски это знаете что это есть попсовые песни копсовая песня колбаски или 2 2 3 3 2 кусочка кусочек он есть кусочек кусочка нет такого слова не это придумали это мне это не кустом это придуман это не я придумал это звучало ваш ножик и песнице она просто за коверкаете все русский язык давайте оставляем тебе тогда чтобы его оставлять андрюшку это михаил назад по по отчеству как михаил владимирович михаил владимирович михаил афира значит в афиром может быть вот по все-таки если мы время по песни попробовать свои песни я еще потрачу просто можете это не могу вас поймать что вы понятие с чем работа лишь похожи я сейчас возьму текст но пытаясь его немножко хорошо хорошо спасибо так нет и сергей здравствуйте первая песня молитва помоги мне немного помоги мне чуть-чуть сделай светлой дорогу укажи верный путь помоги мне мой боже помоги я прошу я ведь понял что тоже свет твой в сердце ношу помоги улыбнувшись помоги улыбнувшись просто так помоги помоги чтоб однажды проснувшись встал я с правой встал я с правой ноги чтоб душа не скиталась по дремучим лесам хоть бы самую малость но дальше я сам чтоб душа не скиталась по дремучим лесам ты ведь знаешь родины знаешь все обо мне моей жизни картины у тебя на стене и своею рукою звезды кисть обмакни нарисуй надо мною золотые огни и своею рукою звезды кисть обмакни нарисуй надо мною золотые огни помоги мне мой боже и еще тут больших хороший товарищи распойтесь а вернемся к этому еще раз пиши ты ведь знаешь знаешь все обо мне моей жизни и ритм удаление ошибка она легко исправим а все остальное а мой сам чувствуешь не только читать и произносить все остальные у тебя песни с недавних пор стал замечать могло конечно показаться как-то случайно невзначай мне стала женщина встречаться не то мелькнет она в окне и я ее едва замечу не то спешит ко мне навстречу ночами темные во сне и волосы ее черны глаза как ночь ее печальные так таинственны черты ее той женщины случайной и я не знаю почему ее встречаю то и дело ее одну всегда одну одну на целом свете белом ее одну всегда одну одну на целом свете белом я подошел я подошел к ней и спросил скажите кто вы бога ради вам словно целый свет не был читается мне в вашем взгляд быть может нас судьба свела быть может счастье вы мое тогда она произнесла я одиночество твое и волосы ее черны глаза как ночь ее печальные так таинственны черты ее той женщины случайной и я уже невольно жду когда она опять приснится и вновь поманят в темноту ее тяжелые ресницы и вновь поманят в темноту ее тяжелые ресницы и вновь поманят в темноту ее тяжелые ресницы в темноту я не знаю меня в темноту и в темноту и казино что Могло, конечно, показаться, как-то случайно и неотзначально. Случайно как-то. А, случайно как-то. Попробуй. Случайно как-то и неотзначально. Местного женщины встречаться. Не то мелькнет, а на окне. Все, все, все. Знаешь, быстро всех там тоже есть место быть. Но вот у тебя звучащая строка, так мне кажется. Хорошо, ладно, очень удобно. Торопительно. Я, конечно, с Халтона взял маленькую гитару. Ему нужно большую 12-стронную гитару и пару гитаристов, чтобы этот образ развернули к колоду. Понял. Лень, чтобы было тащить. Лень. Нет. Я дико извиняюсь, что я влез. Да что, правильно? Ты правильно сказал, кстати. А вернемся к одному четверостишию. И волосы ее черны, глаза как ночи ее печальны. И так таинственны черты ее, той женщине случайно. И я ее, и я не знаю почему ее встречаю то и дело. И дело или дело чего учишь? То и дело. 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 Всегда одну. Одну на целом свете. Вообще обычно говорят белым свете, но это… А? Нет, правда, на жизнь. Нет, ну все. Я бы, честно говоря, еще что у тебя мы перед этим слушали такое… Молитва больше. Вообще очень усиленные, сильные вещи. Какой-то… Если можно было с обею его пропустить, а можно и… Ну давайте… Мне молитва больше. Мы поставим тогда двое и двое его поставим. А если пропустят одну, тогда мы тебя молитва ставим. Молитва. Да. Тебе молитва. Молодец. А куда потом подходить, узнавайте что там. Ну и… Мы все не знаем. Я спрашиваю. Возьми тексты, тебе пригодятся на сферектуре. Спасибо. А где будет три дела? Молодец. Да, дочекай. Ясно. Спасибо. Это кто наш? Стулова, Лобанова. Мололайская. Ага. Я пробую… О, 9 номер. Да. А Лобанова вы говорите? Ну я Лобанова была, сейчас стала Стулова, а тут вот… Меня знают по Лобановой, да. Татьяна. Поэтому написали, чтоб не путаться. Двойной память. Татьяна, все ваши? Словая музыка, да? Да, я просто себя пытаюсь еще пробовать во фоне. Татьяна, композитор, исполнитель, но это… Ты одну песню показываешь, да? Я думаю, одной достаточно. Так, вот это, да? «Ноябрь месяц очарованный»? Да. Давай. «Ноябрь месяц очарованный, Декабрь теплый нас ведет. Ах, как я не хочу…» Ах, как я не хочу… Прощаться с этой красотой. И через год, надеюсь, встретимся, Ты будешь осенью иной. С неповторимостью, С неповторимостью поверить, Чаруя новой красотой. И буду я грустить по осени, По той далекой и родной. Найди, верни меня, Найди, верни меня, Верни меня к себе домой. Найди, верни меня, Найди, верни меня, Верни меня к себе домой. Раскини то сини листья картами, И снова будет нам гадать. А если что-то не получится, Намочит дождиком асфальт, И вдруг окажется, Что сбудется, Ну а чего же еще жилось? Я больше всех хочу, Я больше всех хочу Вернуться в осень ту опять. Я больше всех хочу, Я больше всех хочу Вернуться в осень ту опять. Какой у вас голос красивый. И поете вы стоя. Молодец. Ну вот стихи, конечно, надо... Это ваши стихи, да? Стихи надо... Да. Ложить какому-нибудь мужчину. Такое. Чтобы он ее пошлифовал. Потому что это прекрасное пение, окончание на мажоре. Вы сами красивые. Женщины, знаете, У нас женщины, когда мы становимся красивее. Вот. Но стихи, конечно, надо вот взять. Ну я говорю, пробую ящик. Надо взять. Может и не стоит этим заниматься. Не стоит, 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 стоит. У вас образ присутствует. Просто вот эти вот вылеты стихотворные, неточные для этой серебряной. Там... Очарованная и особенно. Зной, красотой и так далее. Вот это все, оно... Высокий накал вашей души. Оно не стоит. Не стоячься за отсутствием риска. Ну смотри, действительно. Вот мы правильно говорили. Ты очарованный, очарованный и особенный. Есть или нет? Наверное, нет. Нету, да? А должна быть? Ага. Должна быть. А колдована? Очарована, колдована. И дальше смотри, вот. Четверостишие, которые я тебе прочитаю. Попробую рассказать, о чем она. И листопад кружит взволнованно. Имеет право жить. Строка такая, да? Угу. А вместе с ним и снег, и зной. Ах, как я не хочу, ах, как я не хочу прощаться с этой красотой. Причем тут и снег, и зной, если когда идет разговор алистопадий? Осень. А? Осень поздняя. Это после сентуков меня винове. Так. Когда в первый раз съездил. Так. Рядом снег и зной. Это как понимать? Ну, когда вот бывает такого же позднего осени, идет и снег, и то очень бывает. Да, бывает. Да, бывает. А зной бывает. Вот я хочу тебе наш чем обратить внимание, если ты начинаешь все описать. Имей в виду, что каждая песня, она состоит из определенного набора слов. И если в этом наборе появляются совершенно случайные слова, которые использованы только для того, чтобы закрыть строку и создать вифму, но выпадают из содержания смысла. Понимаешь? Здесь вот эта фраза, а вместе с ними снег и зной, это с листопадом, совершенно отсутствует смысловное содержание. Ты сама чувствуешь? Что и вот эти перечень идет всех осенних вот этих невзгод, в том числе и зной, которые там это. Все это настолько притянуто, что я тебе перестаю верить. И хотя ты так пела, так великолепно, я, правда, не смотрел на тебя, как Миша смотрит, но я сейчас посмотрел и чувствую, что ты то же самое понимаешь, когда поешь это то, о чем написано. Ну ты вот, когда вот следующие будешь песни писать, все-таки старайся придерживаться правил русского языка и хрестоматийно относись к стихосложению. Если уж лифма должна быть, может быть белый стих без лифмы, бога ради, крепить сам все, что хочешь. Но если уж есть хоть одна четверостишая лифма, значит и все должны тоже остальные соответствовать этому. Понимаешь? Если ты хочешь отказаться тут, тогда возьми и напечатай просто не четверостишее, а у тебя будет вот ноябрь месяц очарованный, в декабрь теплый нас ведет. Точка. Да, что неверно как-нибудь особенно встречать я буду Новый год. Понимаешь? Вот оставляешь две строчки, они имеют право на жизнь. Но когда ты их разбиваешь на четыре, то обязательно должна присутствовать лифма. Понимаешь? Вот над этих вещах ты работаешь. А еще что мы с ним будем делать? Я боюсь даже думать. Потому что, конечно, красивый голос, красивая подача. Тут бы какого-нибудь мужчину найти и двух было лучше. Чтобы они вот сейчас эти стихи бы поточили, чтобы вот и это самое. Особенно заключение у тебя там. И буду я грустить по осени, по той далекой, родной. Найди и верни меня, верни меня, верни меня к себе домой. Ну, разговоры о том. Найди и верни меня, верни меня к себе домой. Ну, это на музыке. Я, конечно, думаю, запустите ее на третий тур и пусть она там уже там учится. А я ему не увижусь, если там кто-то будет достойный, вы имеете в виду. Если кто-то достойный, я не увижу. Значит, мы же хотим все-таки, чтобы ты начинала писать. И дальше продолжала писать. Ты издалека ведь приехала. С Урала. С Урала, в черт на куличках. А вдруг мы тебя здесь зарубим? Ну, а зачем же это такая несправедливость? Мы тебя пропускаем на третий тур. Сопереведчик. Но то, что я тебе говорю по стихосложению, солнышко, вбей себе в голову, то надо соблюдать элементарные правила стихосложения. Христоматию, букварь. Понимаешь, русский язык надо любить. И стихосложение чтить и соблюдать. Как песня называется? Ноябрь месяц очарованный. А можно я заберу текст? Да, конечно. Давай. Спасибо. Здравствуйте. Просну за ручку. Это кого не пропустили? Это от слова Татьяна, номер 9. Номер 13. Номер 13. Наташа, Бреус. Это есть я, да. вчерашний начался вчерашний песни ну как сказать только что съехал из кухни практически хобби у меня другой любовь меня совершенно другая вот так случилось бывший сотрудник овд на сегодняшний день на службу безопасности значит слова твои и музыка твои итак начинаем с первой песни вчерашний заглянув во вчера проснулся и заплачу год назад или десять это тоже вчера сколько было всего не измерить не взвесить не многотомным писанием заняться пора там где вчерашняя девчонка по вчерашнему красиво улыбается вчерашнему веселому юнцу и не страшно что сегодня по вчерашнему красиво ведь вчера сегодня дарит радость маме и отцу завтра тоже когда нибудь станет вчерашним прикоснувшись сегодня мимолетным вчера и каким оно будет веселым и страшным понимаете все все не волнуйся можно ну давайте поставим бумажку спокойно хорошо все сначала и поменьше поставим да если у меня убеждали но я все равно не оказалась от этой мысли это мысли вчера сегодня ой песня вчера сначала сначала не торопись не торопись хорошая песня многотомным писанием заняться пора там где вчерашняя девчонка по вчерашнему красиво улыбается вчерашнему веселому юнцу и не страшно что сегодня по вчерашнему красиво ведь вчера сегодня дарит радость маме и отцу завтра тоже когда нибудь станет вчерашним прикоснувшись сегодня мимоленым сейчас и таким оно будет веселым и страшным понимаете только зависит от вас и пусть вчерашняя девчонка по вчерашнему красиво улыбается вчерашнему веселому юнцу и не страшно что сегодня по вчерашнему красиво ведь вчера сегодня дарит радость маме и отцу так это да теперь ваша работа еще письмо еще второе будешь наизусть да письмо она написана а это написано недавно вчера вчера ну все не дописывал просто ну так налейло просто можно продолжать сейчас я тут приклеить хочу куда-нибудь радость маме и отцу вчера имеется что именно в этой строчке смысл такое что что вчера это ребенок результат любви вчера сегодня чисто хрестоматийно я не могу читать почитать я не очень даже не написал я не еще подожди то ли где вчерашняя девчонка по вчерашнему то есть его очень порыбается вчерашнему веселому юнцу и неважно что сегодня по вчерашнему остановись порыбается вчерашнему юнцу да и отцу ну понятно имеет право на жизнь так что у нас там дальше письмо письмо поехали одна проблема я может быть пивой но и не игру пальцы режут струн ряды душу рвет мне лой собаки мне нагрянула беды мне спроста все эти знаки что тревожит душу псу конь ретивы ржет в загоне не готовит ли косу бабка в черном балаконе ветер гонит стаи птиц на закат да морю не прибавилось бы лиц искаженных горем я сотый раз прочту письмо твое ты пишешь все нормально надо сегодня не стреляли здесь спокойно день прошел а значит все отлично у солдата все дата футбол и ветер в голове седины добавил и на войне как на войне бои идут без правил а обручально бака лица не носил на пальце как состарила война молодого мальца тёмной ночи в тишине мать родная ценится у окошка рядом с ней младшая сестрица я все в три раз прочту письмо твое ты пишешь все нормально на нато сегодня не стреляли здесь спокойно день прошел а значит все лично у солдата на полях в подножьях гор ветер клонит травы зель закрывает взор на ковер кровавый мы с проклятием на устах говорим о войнах и читаем на трестах имена покойных ты старуха брусь к отцу погаси ты пламя дай дай дописать мальцу письма милой маме я в сотый раз прочту письмо твое ты пишешь все нормально надо сегодня не стреляли здесь спокойно день прошел значит все отлично и с самот на войну есть 2005 курсилач марта но я издал френдировку немножко с другой целью тут конечно тоже полно шероховатости чисто технических образ есть конечно молодец потому что конечно но вот эти вот шероховатости они снижают шероховатости в тексте за чисто технические моменты нечетки понимаешь как ты чувствуешь стиля есть голос замечательный 12 стульная гитара когда женщина играет у меня всегда хочется спать учиться танцы некоторые мужики приносят такие вот видео у меня проблема я в компании раскрепощу то есть играю относительно гармония а как только какой то вот все я руки теряю у тебя все в порядке у тебя есть харизма у тебя есть чувство сцены волос у тебя замечательные в принципе ты на этом не можешь работать и заниматься тебе нужно вот с текстами работать или брать чужие тексты тогда но у тебя есть вкус у тебя есть а это все нарабатывается технически пишешь 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 как автомат это вот конечно его точить надо его ну а сама песня песней мне кажется что песня присутствует где-то по пятибалльной 7 на 3 с плюсом значит за счет голоса за счет гитары за счет того что образ понимаешь что такое песня да ты строишь виртуальный город туда заводишь нас мы ходим и смотрим пальцем ковыряем вот и в этом виртуальном городе раз нечеткий вид начинает и так аааа кирпич отваливается да кирпич бах упал на голову бах упал на голову и ходишь красиво красиво играет хорошо голоса нечет бах я почувствовал что была на современном я оттуда это все я писал это письмо вообще туда мы ездили для ну как бы для ребят у нас ну там отдельная жизнь там отдельный мир там все это похоже ты видишь оттуда молодец спасибо спасибо большое ну ну ничего извините что я сама получил со своими то что он сказал имеет право на жизнь и и есть эта песня уже живет так что она у тебя давно написана она у меня давно я пробовала ее да ну не выстрелила она да я пробовала на фестивале в 2013 году ну и просто она очень нравится потому что у тебя ошибки а вот видимо не ткнули пальцем я их не рассмотрела и поэтому продолжаю в том же духе сейчас то вот я услышала и мне надо это естественно учесть а в посмотрю у тебя четырёстыше горный ветер голове седины добавил ведь на войне как на войне бои идут без правил обручальное кольцо Он наносил наш, огущенного кольца не носил наш, на пальцы состарела война молодого мальца. Великолепные слова. И я тут тебе верю во всем, понимаешь, Кандид? Темной ночью в тишине мать. Родная сница, в окошко рядом с ней младше сестры. В этом шестистише я тебя вижу и верю тебе, понимаешь? А дальше идет, смотри, на полях, в подножьях гор, ветер клонит траву. Нормально скажем, да? А дальше идет, смотри, какая-то зелень закрывает взор на ковер кровавый. Мы проклясим, мы проклясим на устах, говорим о войнах. И читаем на крестах имена покойных. Вот эти четыре стихи спасают одна фраза. И читаем на крестах имена покойных. Это ты говоришь. Без крыше, безо всего ты говоришь здесь. А перед этим идет чистое графоманство. Смотри, на полях, подножьях гор, ветер клонит траву. Хорошая строка. А дальше идет, зелень закрывает взор на ковер кровавый. Вот этот наворот, вот этих слов, вот этот, на ковер кровавый, вот этот взор, понимаешь? Это не из этой песни, понимаешь? Слова совершенно другие. Они настолько шаблонны все вот эти. Если взор, то он... Ясный. Ну, понимаешь? И дальше мы с проклятием на устах говорим о войнах. Понимаешь? Говорить на устах, с проклятием на устах, это настолько уже заезжено, понимаешь? Только ленивые так не писали, понимаешь? А вот найти те строки, какие у тебя в этом месте есть, вот то, что я тебе читал, да? Там ты, там твои слова, твои мысли. Я там тебе верю. А вот это такие вот наборы, клиши такие, понимаешь? Уходи от них. Хорошо. Песня Остафи, она, конечно, имеет право на жизнь, понимаешь? Но на будущее, на будущее, старайся все-таки находить свои слова. Здесь половина слов, которые использованы давным-давно все. Кто только не писал. Я понимаю, да, конечно, я понимаю. А остальное, тема очень хорошая, тема очень хорошая. О войне, ну, сказано вот, за счет того, что пацан молодой еще не носил кольца обручального, понимаешь? И сестренка тут, и мама, все это на месте, очень великолепный образ, хорошо. Может быть, тебе подумают сократить, где-то убрать весь этот мусор, оставить только сердцевину этой песни. Подумаешь, что? Понимаешь, о чем я тебе говорю? А по поводу вчерашнего? А вчерашний, я не знаю, что ты вчера пел. Она пела вчерашнюю. Песня не пела вчерашнюю. Неудачное название. Ну, она действительно вчерашняя. Ну, да, значит, ты не торопишься, нет? Да люди просто разъясняют. Я-то несконечно, мне интересно. Вадим Ильич, а может, мы ее пропустим вот с этой песни про войну? Про войну пропустим. А вчерашнее, ты слова забудешь? Нет, не забуду, просто забудешь, забудешь. Не выстрелил у меня письмо, и поэтому вот очень хочется со вчерашней попробовать. Может, вы меня пропустите со вчерашней? Со вчерашней? Да. Ну, сейчас тогда, подожди, прочитай. Сейчас, вы знаете. Угу. Заблянула вчера, высмеюсь, заплачу. Год назад... Или десять. Это тоже вчера. Сколько было всего, не измерить, не взвесить. Наготомным писанием заняться? Наготомным писанием. Наготомным. Наготомным писанием заняться пора. Вот само выражение «многотомное писание» чувствуешь, это не из этого блока. Наготомное писание. Ну, это же такая вещь, которую ты придумала, чтобы закрыть размер. Как раз нет. Наготомное, то есть, ну, что столько всего было, что можно тома писать об этом. Наготомным писанием заняться пора. То есть, я вам вчера забернула и посмотрю, ё-моё, сколько всего было. Можно в несколько тому положить. Мысли понятны. Ага. Наготомное писание. Ну, эти два слова... Не звучат. Понимаешь, они не из этой, вот этой. Они имеют право на жизнь, на многотомное писание. Ну, да, можно сказать так. Но тебе говорить, из того, что дальше идёт, там, где вчерашняя девчонка, по-вчерашнему красиво улыбается вчерашнему весёлому юнцу, тут идёт уже набор игры со словом «вчера». И настолько по всей песне это чувствуется, что сделано специально, понимаешь? Ты обыграешь вот это слово везде. Надо и не надо, оно везде звучит. Если оно несколько раз бы использовалось всего, поддерживая мысль всего стихотворения, понимаешь? А ты здесь везде стараешься обыграть, там, рефрены такие, там, вчерашнему, потом ещё, там, дай бог пометит. У меня в голове осталось, что вот вчера, там, завтра тоже когда-нибудь станет вчерашним, прикоснувшись к сегодня, мимолетному, сейчас. Мимолетным, сейчас. Да, и каким оно будет, весёлым или страшным? И страшным. Страшным, да? Понимаете, это зависит от вас. Ну, я могу сказать, но у нас времени мало, я тебе здесь не верю в это дело. Это вещь сделанная, в отличие вот от этой вещи, письма, понимаешь, тоже огрехи есть, да? Но тут я тебе верю, ты тут написала то, что сама веришь. А это, ты просто, есть такое слово, сочинять. Вот эта песня сочинена. Такой, понимаешь, в чём дело? Нет тут тебя. Хотя ты втискиваешь себя в эту рамку, но тут тебя нет. Тут ты же на более другом уровне совершенно хочешь написать что-то и пишешь совершенно на другом уровне, не используя вот такие лёгкие варианты написания. А это вещь, не в какое-то дело. Понимаешь? Понимаешь? Ну, то есть с письмом тогда? Да, да, давай мы тебе письмо оставим. Ну, извини, что я тебе... Нет. ...говорил всё. Нет, мне очень приятно, спасибо огромное. Так, это ты у нас... Брёс, батарея, номер 12. И что у тебя... Письмо, как называется? Письмо? Письмо, господи, письмо. Вообще, я тебе могу сказать, Наташа, что вот эта песня, письмо, меня очень порадовало, потому что вся военная авторская песня делится на две части, это солдатская и офицерская. Вот это очень хорошее солдатское релико. Мужики так не пишут. Мужиков обычно кошмар. Там полный кошмар, который невозможно не слушать, не это самое. А у тебя чуть-чуть её буду спрогать, и будет вот такая песня. Да, у меня есть ещё время. Давай. Молодец. Спасибо. Спасибо большое. Какой у нас там следующий? 2,14. Да. Николай Терпенкович. Прощание с сиской, да? Да, сиской. Вот такая сиска вот здесь, которая сейчас. По результатам в руках он сейчас сегодня написал. Ага. Сиской. Прощание с речкой сиской, перед вами текст. Вот текст перед вами. Прощание с речкой сиской. Это продолжение, да? Это другая песня. Другая, тут третья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Четыре куплета. Четыре куплета и прикинь. Раз, два, три, четыре. Ну что, слушай, давай. Проводил мне даже не ловко. Ну что-то здесь, братцы. Ну что-то здесь, братцы, не так. На три дня дали командировку, а в комплекте гитара и рюкзак. Будут ночь теперь голосисты и гитара на кругу кострам. Где неспешно течет речка сиска, где маяк загорится усисты, где народ соберется усисты, недалече от града Петра. Пусть шли, судя по нас, очень строго. Мне жаль, понятна печаль, спят же ночью и слышать не могут, как мы дружно поем по ночам. Все поэты, все гитаристы до утра надрываются здесь, а болеют за нас водесисты, 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 и огни Денинградская леса. Ах, жалую волны, дети, призрак мушки на рисках здесь, спать ложимся уже на рассвете, сколько песен не спет, а бог есть. До чего здесь ночи, расисты, мы в притихшем сосновом бару, насладившись желчанием систы, насладившись желчанием систы, насладившись желчанием систы, спать ложимся уже поутру. Дайте я обниму всех вас, братцы, зацелую сестер до утра, только спеть пора собираться, кончим бал, расставаться пора. Я в тоске своей буду универистов, но я знаю, что этот народ никогда не забудет про систу, никогда не забудет про систу, никогда не забудет про систу, и вернется сюда через год. Ну что, а мы перед этим ум хотели, что там? Там была песня про войну. Да она свежая, это вот только сырая. Молитва, да? Нет, про войну тишина была. Тишина. Подожди, какой номер? Пятый тишина. Пятый номер. Молитва записана почему-то не так. Нет, тишина. Тишина. Ну вы, может, просто название не разобрали, но все записали так. Ну, не знаю, что давай вот оставим. Вот обращение систы, мне очень понравилось. А давайте я вам рождество прошу в спальню, хорошая песня сейчас слова. Давайте закончим с этим делать. Очень хороший набор выражений и зарифмовано великолепно. Все поэты и все гитаристы по ночам нагреваются здесь, и болеют за нас воды систы и огней Минградской АЭс. Находка великолепная. Ну, вообще, все хорошо. Да я как Слава, когда вы ездили, все быстрее. Давай мы тебе запишем, и не будем больше мучиться. Берем тебе систы. Молодец. Это автоматизм написано. Ты ее... Молодец. Ты ее же так исполняешь, она еще не заезжена. Я еще нигде, собственно, для него. Слово вважен. Вот это вот возьми, тебе пригодится. Так не торопись, когда будешь пить. А, ну торопись. Спасибо, Слава. Правильно. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Параковский Андрей. Город Черезногорск. Номер 4. Работаете на АЭС, да? Работаю на горно-химическом предприятии. У нас АЭС нету. У нас была подземная. Добываете, да? Нет. РТ-2, это у нас сейчас вот идет сухое хранилище, где мы храним, как бы отработанное топливо, но вот сейчас там цикл делается закрытый. Поэтому... А, Железногорск, это где находится? Железногорск, это Красноярский край. Ого. Недалеко от Красноярского, там вот где-то около 60 км. Здорово. Вот. Настал где-то летит? Ходил до поры до времени. Что сделали? До поры до времени ходил. Да, до поры до времени. Да. Сейчас там немножко сделали коммерческую и душу немножко смазали. Да. Раньше по дорожкам ходили каменным, теперь сделали деревянные дорожки. Мы, конечно, бываем, но уже немножко по-другому. Раньше там собирались, делали, теперь там очень много вот таких вот коммерческих вещей, душа немножко ушла. Я сбыл несколько раз, так вот. Я буду просто добраться. Да, я вам обуви коротко, да? Ну ладно, с чем вы тут? Значит, первая песня... Так, первая песня будет... Сейчас скажу. Вокалист? Да, вокалист. Знаешь, о чём песня? Песня о том, что, в принципе, ситуация, которая рано или поздно попадает... Не надо говорить о чём. Понял? Я сижу с тобой на брёвнышке поваленном, Закрываясь от костра в лесу таинственном. На костёр поставлен чай в котле под пареном, я считаю для тебя себя единственным. Приглашают к разговорам сосны старые, как платочки повязав дымок на веточки. А в ответ я шлю ей песни запоздалые, что писал давно корявой строчкой в клеточки. А душа свинит с ветки рвётся лист, обещаю так же струны не жалеть. Я тебе пою, я ведь вокалист, даже если ты уйдёшь, я буду петь. Не обижу, нарушая тиша синюю, всё, что прожито, раскаюсь под гитару я. А в груди моей стучит капель весенняя, Дорского одиночества коварная. А душа свинит с ветки рвётся лист, обещаю так же струны не жалеть. Я тебе пою, я ведь вокалист, даже если ты уйдёшь, я буду петь. Треска стой ещё сильнее, а в глазах твоих то ли лёгкая улыбка, то ли сердце крик. Чай давно облил бока, как по кипящему, ты ушла в свою палатку к мужу спящему. А душа свинит с ветки рвётся лист, обещаю так же струны не жалеть. Я другим пою, я ведь вокалист, даже если ты ушла, я буду петь. А душа свинит с ветки рвётся лист, обещаю так же струны не жалеть. Я другим пою, я ведь вокалист, даже если ты ушла, я буду петь. Даже если ты ушла, я буду петь. Даже если ты ушла, я буду петь. Коля, сколько детей у вас? У меня? Да. На двоих катерах. Молодец. А ещё ещё какие-то сказали. Потрясающе. Вторая песня была написана в 2004 году. Разделение себя, да? Да. Я встретил свою учительницу уже преклонных лет, женщину, которая выходила из церкви. И у меня возник вопрос, как её привело к церкви. Потому что в своё время она рассказывала о олене, о такой женщине. И песня стала немножко актуальной в кругу друзей. Потому что сейчас события на Украине. Поль. Поль. Ничего не было. Поль. 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 Я бы мог разделить себя на твои И отправиться в разные стороны Раз уж правда неверно рассказана То над правдой слетаются вороны А под Божьим крестом я поплачу И приму за судьбу свою грезы Уползай-ка змеей неудача Грязным фартуком вытру я слезы А под Божьим крестом я поплачу И приму за судьбу свою грезы Уползай-ка змеей неудача Грязным фартуком вытру я слезы Не тревожь мою луна, мою душу Я еще не готов умирать Я еще не готов тебя слушать Только сердце стремится понять Я давно разделил себя на твои И отправился в разные стороны Раз уж правда неверно рассказана То над правдой слетаются вороны То над правдой слетаются вороны То над правдой слетаются вороны Во-первых, надо два раза повторять припев Только последние две строчки Во-вторых, она не записана Очень хорошая песня Просто потрясающая Как мне кажется Но ты бы нажал бы на себя И выжил бы еще пару куплетов Потому что мне кажется Тут не хватает чего-то такого Вот я эту песню представляю вам Чтобы мне была достойная критика То есть я считаю, что вы Получите Ты знаешь, вот я со своей стороны Я конечно не Валентин Игландский Я любитель В принципе Ну Образ мощнейший Поднимаются из земли до пояса Потом раз обратно Слезу И хочется Вот все, кто в России живет Мы же все в СССР родились И сейчас Понимаешь, я же штамм Четверт КПСС Но я крест сейчас нашел Я комсомолен Это очень важная тема На самом деле Очень нужная Для каждого из тех Кто живет в этой стране Удивительно Но Мне кажется, что ты вот ее Взял Дернул Она появилась И ты ее отпустил Понимаешь А у тебя сил душевные Большие Ты человек харизматический Поешь И играешь замечательно То есть ты состоявшийся Личности В этом Жизненном пространстве Которое называется Авторская песня И здесь тебе нужно Мне кажется Себя Надавить На себя И вот эту песню Написать Доделать Доделать Но Помимо Что Доделать всегда Тяжелее Потому что Я когда пишу Я когда пишу Я сначала читаю То, что написал До этого А потом из-за этого Пытаюсь что-то дальше Чтобы оно проросло Понимаешь А конечно У меня прям Мурашки побежали Когда еще писал Спасибо Игорю Ваширину А у меня там одно Слово Поменял И песня звучала Я перед этим Не звучал Надо просто брать Лопату и копать Понятно Копать, копать Еще была идея Уже Ну когда Не писать дальше Дать людям Может быть Как раз Задуматься Ну То есть Вот Идея была Именно на этом Была сделана А вот Может быть Зачем человек Это исполнил Да Ну при этом Как бы Ну Понятные слова Я считаю Я пока еще Не знаю Что скажет Ну конечно Вот я вот Как я Я Я всю жизнь Был проверенным Компионерам Комсомоцам Значит Членам КПСС Там все было Понятно Делаю Вот так Делаешь Потом Бах Все это Закончено Потом Бах У меня Какие-то Вече Ставали Жизнь И я Вышел Вот на Это Дело Через Практику Через То Что Надрюки Пропол Сам Потому Что Мне Надо Было Так А потому Что Я Всегда Хочется Конечно И вот Это Как Мне Кажется Можно Было Продолжить Мне Кажется Попер Лично Молодец Ну Чего Я Думаю Что Тут Нормально 4 4 Добавлять Наверное Ничего Не Надо Ты Правильно Говоришь Надо Оставлять Слушателю Додумал Что То Ну Вот Одно Нестечко Тебя Не Настораживает Не Тревож Мою Рваную Душу Я Еще Не Готов Умирать Я Еще Не Готов Тебя Слушать Только Сердце Стремится Понять То Сознанием Я Еще Я Понимаю Твое Мысль Но Сказано Не Совсем Правильно Только Сердце Стремится Понять Ты Говоришь О себе Я Да Понимаешь Что Дело А тут Идет Сердце Только Сердце Стремится Понять Это Слишком Сложно Сердцем Понять Это Ты Понимаешь А сердце Понять Ты От сердца Начинаешь Говорить А перед Этим Три Раза Говоришь Я Так Уж Закончи Я Понимаешь Что Дело Подумай Над Этой Строчкой Только Сердцем Не Сердцем А Сердцем Только Сердце Стремится Понять Это Твой Вариант Понимаешь Я Тебе О чем И Говорю Что Там Ты Я Везде А Здесь Только Сердце Стремится Понять А Что Понять Сердце Стремится Ну Переведи Из-за Этого Четырелостише Куда Приклеить Только Сердце Стремится Понять Что Понять Ты Об Этому Ни Слово Нигде Не Говоришь Понимаешь Что Делать А Если Сердцем Понять Я Приклеиваю Это К Тебе Твоему Я Я Сердцем Стремлюсь Понять Это Звучить Уже Тогда Уж Осмысленно Да Привязано Осмысленно Понимаешь Делать Над Эти Срочкой Подумать А так В общем То Я Оставил Как Ты Думаешь Оставить Эту Песню Ему На Третий Тут Я Знаете Мне Кажется Можно Убе Песня Вообще У нас Таких Песен Нет У нас Основных Каких Они Грустные А Это Тарья Она Смешная Жестная Значит Договоримся Так Значит Мы Теперь Напишем Две Песни Напишем Третий Тур Тогда Мы Тебя Оставим Все Так Оставим Она Короткая Она Хороша Тем Что Она Хочет Удражать Что Немножко Там Не Наживай Не Наживай То Что Есть Тут Достаточно Только Сердцем Стремлюсь Понять Это Вот Мысли О Сапи Так Что Как Вы Думаете Разделение Себе Мода Не Себе Много Стали Да Ты Диски Пишешь Окупаешь Нет У меня Большой Перерыв Я Начал Писать Не Писать Вообще Исполнять Вообще Ездить Еще 16 Лет Гитары 14 Сначала Как Всегда Потом Очень Много Занимался Но Не Занимался Аторской Я Руковожу Мужским Хором Чувствуй Молодец Работает Брат Работает Это Твою Спасибо Так Свери Свери Орлова Десятая Орлова Любовь Лариса 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 Непослушная Непослушная Вот осталось Трое Трое Нет Вот Трое Трое Да А у нас Обед Во сколько Знаете Жаль Да Позовут Давайте Тогда Работаем Работаем Лариса 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 И многие из тех на фото Кто радость побед не спил Но каждый как мог народу Верой и правдой служил В беляющих платьях девчата Последний сувальс отружил И споя тащил солдата Морили, чтоб только дожил Молоденькие ребята С девчатами недолюбив Весосами шли солдаты Наш русский народ защитит Образ есть? Конечно Во дворе береза белая Пахнет яблоневый цвет И рябина ветвь неспелая И черелухи букет И совсем не злой, но смелый Вует ветер закат По весеннему согретый Постучится тихо в дом По весеннему согретый Постучится тихо в дом Будет снова мне в дорогу Грусть тревогу задая Вновь с надеждой у порога Будет мама ждать меня Моя старая собака Охраняет верно дом Там тепло и как когда-то Так светлую На столе пирогу задаясь На столе пирог с малинкой С легкой маминой в руки Вот и снова мне в дорогу Грусть тревогу задаясь Вновь с надеждой у порога Будет мама ждать меня И все тот платок С цветами Те же губы И глаза Пряги стали Лишь в годами Все седыми Неспоста Вот и снова мне Дорогу Грусть тревогу Затаясь Вновь с надеждой у порога Будет мама ждать меня Вновь с надеждой у порога Будет мама ждать меня Будет мама ждать меня Мне кажется, что запах детства Молодец, молодец Материалыч, мне кажется, что запах детства А перед этим была Хоть военный ответ Нет, это на вас Хоть военный ответ Давайте детство поставим Спасибо вам Ты давно пишешь эти слова? Да Так, давно Вчера или лет назад? Нет Несколько лет назад? Ну, лет 15 Где ты наступала со своими стихами? Ну, я очень четко словно Я об этом не говорю О заслугах перед отечеством Это не заслуге Это не заслуге Это тяжелый труд Да Ну, вот в ход военных лет я участвовала в заочном фестивале Багдарской песни в Гренландии 2014-й Ну, она как бы по результатам голосования стала В Луя, там, еще в дипломатном месте Потом фестиваль Но я не ездила Я в Валенже ездила Понятно А вообще, я парт с подружками занимаюсь Я веду к Багдарской песне В Доме детского творчества То есть у меня, как бы, цель такая Их улица с улицы, еще Да Им это нравится Ларис, ну, у вас козли есть У вас стиль есть У вас подача есть Вы состоявшийся авторитет Извините, что я вам это говорю Вы как-то знаете У вас замечательно все Там, конечно, вот Год военных лет Я просто много работаю С патриотическим материалом Там надо точить То же самое, что у всех Надо слова точить Да Надо, то же самое, глагольный рейф Мы там взять И, знаете, не будем сейчас время вошли Да, я Да Мне кажется, что Вот вторая песня очаровательная Женская такая Знаете От нее пахнет От нее У нее запах есть У нее такой вкус У нее домик Там Жизнь Дети Красиво Ее как-то почему-то Она за пирог с малинкой Ну, да, глобно А у нее вот запах детства Я вижу А первая песня тоже хорошая А там детство и сба За то детство оставим А там детство и сба Великолепно у тебя С легкой маминой руки Великолепно скажем Ну, нет, я так и детство посвятую Спасибо, что я запису И колыбельный сын Там А вов, 10 Номер 10 А вов, 10, номер 10 А вов, 10, номер 10 А вов, 10, номер 10 Зафор 10 Спасибо большое Спасибо Спасибо Спасибо, Вов, 10 Вы молодец То, что пойдет у вас в третий тур В третий тур Вы будете подписаны Зафор 10 Спасибо Заходите, музыканты Давайте говорили по одному Ваня Балдислав Номер 6 Ага Спасибо Сегодня я Жизнь Искольная для вас Раним Купитр есть А компания Стоя будет? Нет Я буду сидя Немножко волнуюсь Потому что это мой дебют Как был Волную Целых Целых Это где разрабатываете? Да, да Орфеатский нет В принципе, могу Но как-то периодически выпадают Сексуально я Немножко поливсию Не вступать Как бы привыкли В составе ансамбля играть С ребятами Как бы Тексты Какие-то периодически Приходят в голову Насчет орфогрессе Может быть и Дорога вонит Хорошо Как называется Самолет Первая песня Ты живешь и под контролем Держишь каждый шаг В свете выставляешь чужаком И расслабиться не можешь Каждый третий враг А усталость гложет Словно волк Ты мечтаешь вырваться Из суеты забот Разорвать оковы Серых дней Не спешишь под яркие огнивая работ Чтоб покинуть этот мир быстрей Одна вождень и уйти Одна минута пути И ты готов оставить все Вдруг повезет А выше небес забот Штурвал вращает пилот И в нетерпении ждешь Свой самолет Ты мечтаешь Потому что нужнее все Таки ты здесь Возвратишься ты домой С понурой головой Так спокойствие тебя не ждет Лишь когда ты в маску лжи Сорвешь с лица рукой Ты на взлетной полосе Найдешь свой самолет Одна вождень и уйти Одна минута пути И ты готов оставить все Вдруг повезет А выше небес забот Штурвал вращает пилот И в нетерпении ждешь Свой самолет Свой самолет Свой самолет Славочка Давай текст Владимир Иванович Вот он сейчас пока читает Смотри, тебе во-первых высоко Ты в соль мажоре играешь, да? Нет Семеновая, да? Тебе нужно где-нибудь нуля попробовать Или можно что-нибудь нуля Перенести Попробуй у нас Она окрашивается по-другому Ты живешь и под контролем Держишь каждый шаг В свете выставляешь чужаков И расслабиться не можешь Каждый третий врач А усталость гложет словно волк Ты мечтаешь вырваться Из суеты забот Разорвать оковы всех дней Понятно Это самое Потом не волнуйся, скажу Все хорошо Вот такие же, как ты У тебя все хорошо получается Ответили есть Машину времени любишь, наверное Да То есть вот, да Ну это самое Нормально Как это Нормально Это самое Вот с анальностями Отделись все-таки Потому что, понимаешь Значит Наша задача тяжелейшая Значит Людям Данести В которых кругом музыка играет Города лучше чем мы делаем Данести свою идею Как минимум сейчас Наготовить у тебя всего три минуты Вот Соответственно Если ты будешь задыхаться Или в ноты не попадать Или еще что-то Они сразу забудут Эти слушатели проклятые Понятно А, хороший парень Симпатичный Молодой Холостой Женатый Да Но вот Что-то у него С голоком Наверное Там Вот Барды там Они все пьют Вот Вчера Они бухали То есть Чтобы Значит Я как бы От обратного Привод Работать Всегда Чтобы У тебя в песне Не было Каких-то Шерохователей Которые Мешают Воспринять Твои идеи Идея хорошая Казалось Что у нас Какой-то есть Через себя Просто Как дела Ну Своими словами Что-то Да Как умеют Так Вот Мультин Ванш Ну Как Мы считаем Душу Ты сказал Что Слишком Много У тебя Музыкальных Проигрышей В самом начале Ты не просто Играешь Первую Половину Чверостишия А полностью Проигрываешь Чверостишия Дважды Да И потом В конце Опять дважды Да И где еще В середине Ты еще между Чверостишиями Тоже Проигрываешь Вот сколько музыки У тебя Понимаешь Где-то Надо убрать Хотя По половинке Музыкально Ты Проиграй Начал Проиграл И начинаю Начинай петь Понимаешь Ты дважды Одно и то же Играешь Оно не настолько Богато Чтобы я Дважды Выслушивал Одну и чужую Музыкальную фразу И Все остальные Обруби их Оставляй только Четвертинечку Ладно Половинку А ты проигрываешь Одно и то же Если бы у тебя В рясе были какие-то Дважды Ты переходил бы Там На Более Высокую ноту Там переходил бы Или там Какая-то шва Арпеджио Сменил бы На Удар Куда-нибудь А ты одно и то же Полностью Дважды Играешь Одно и то же Сократил пополам И тогда будет Она намного Лучше Расприниматься По тексту Я ее Немножко Другой формате Писал Для Рубинка Но это понятно Немножко не адаптировал Чтобы Звучать Как песня Ахарская Наш Превалирует Должно все-таки Слово А ты Слово Хоронишь В этих Текстах Так что Сократили А так все остальное Тут Ну Что сказать могу Усталость Должит Словно Волк Немножко Да Я уже Замит Я тебе тут уже Начинаю Не верить Не вижу Что ты Наворачиваешь Выставляешь Чужаком Разорвать Околы Серых Дней Еще Куда Ни Шло А чтобы Покинуть Этот мир Быстрее Тут Можно Понимать По-всякому Безум Лететь Безум Собственно Бегство Да Ну Вот Надо Конкретизировать Такую фразу Чтобы Покинуть Мир Этот Понятно Да Тут Можно Двояков Оскарить Я Сам Может И как Снимать Сладкий И ты готов Оставить Все Ну Важно А выше Небез забот Шурвал Вращаешь И вот И нетерпения Ждешь Свой Самолет Ну Ждешь Самолет Это Что-то Я Мягко Говоря Натянут Ну А так Она Меет Право На Жизнь Убери Потом Смотри Ну Билет Достанется Другому Ты Мечтаешь Оказаться Где тебя Поймут В мир Где Тринут Зем Вратус И есть Но Билет Достанется Другому Потому Что Нужнее Все Таки Ты Здесь Что называется Не готов Ты Говоришь О разных Вещах Поним Причем Тут Другое Что Достанется Это Чтобы Зарифмоваться Это Я понимаю Тебе Надо Было Как Ты Понимаешь Ты Здесь Нужен Не потому Что Билет Кому Другому Отдадут Понимаешь Ну Это Главное Оставь Это Она Имеет Право На Жизнь Ну И Потом Затись Ты Домой С Понурой Головой Понимаешь Ты Тут Накручиваешь Там Спокойствие Тебя Не Ждет Это Хорошо Лишь Когда Ты Маску Ужив Сорвешь С лица Рукой Маску Наверное Настолько Театральная Фраза Это Такая Знаешь Я Тебе Не Верю Понимаешь Что Ты Играешь Тут Маску Жиз Можно Было Другими Словами Попроще Надо Быть Подбор Слов Каждая Песня Своего Состояния Она Состоит Из Определенного Набора Слов Они Должны Друг Друга Поддерживать И Опираться Друг На Друга Шаблонные Такие Фразы Понимаешь Они Понурая Голова Тут Явно Наворот Идет Понимаешь Там Или Там Маску Лжи Сорвешь Вот Это Все Это Попроще Можно Обращаться К теме Тема Это Хорошая Понимаешь Чем Делать Но Ты Тебе Все Это Вывернулся Так Хорошо Для Ансамбля Она Хорошо Пойдет Потому Что Там Много Музыки И Мало Слов По Дело А Когда Она Скатывается В Авторскую Песню Которая Проводирует На Слове Тут Уже Начинают Слушать Что Ты Поешь Там Тебя Слушают Только В Ансамбле Музыку Каждого Второго Спроси О чем Песня Тебе Никто Не Скажет Понимаешь В чем Делать Тем Более Никто Не Будет Обращать Внимание На Содержание Слов Все Это Можно Только Увидев Глазами Почитать Что То Сказать Замылить Этим Вариантом Песен Элементарно Любую Фигню Поэтому Когда Будешь Писать Дальше Это Живет Нормальная Песня Но На Будущем На Будущем Понимаешь Все Такие Минут Что Слово Надо Относиться Победем Какая Вторая Вторая Песня О Души Лучше Я Торопись А у Него На Дальше Пожелать Наш Погодавши Пожелать Вообще А Можете Немного Ну Два Часа У нас Каждый День Что И Как Подум Не Карусель Мы Пытаемся Схватиться Запад Но В Кесет А Подум Ежу Часно Наша Хваткая Рука Не Выходит Хоть Та Песня Закрепится Нам Пока Вот И Моги И Раздумья Отдали Отдали Бедный Мозг Где Сила Достабильность Но Ответ Весьма Непросто Где Я же царствие Ты Божье Перья Ангелов Душа Развернулась Непросто И Заберем Не Спеша Но Томится Одиноко В толще Грубых Тонких Тем Непросто 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 я предлагаю давайте вот самолет оставим ну во-первых ты слов не знаешь да я не давлю как-то у меня выпало такой смолит убери две минуты это планет владислав вот здесь надо еще раз поэтому ослепить вашей я своими песнями ужин ваш у вас две песни одна военная должна не совсем у меня одна песня я военную хочу ваннский ва-шу-рин а тут написано нам дописать вашу ли вашу и город северск я вчера вас слышал вы как бы должны выступать конечно при этом туре тема победы сложная очень ну есть у меня день победы мы вчера вечером с вами разговаривали текст да я принес вот этот в этот день басановое детство свое вспоминаю правда точно не помню в каком это было году в кухне запах оладьев сегодня 9 мая и я за руку с дедом опять капеллизмом пойду я был малый совсем и увидел в шкатулке медали одной доставал и у деда примерить просил он давал мне их все но одну светотанковой сталь я никогда не давал и почти никогда не носил дед скажи а за что получил ты видать за ту агу вот наверно в тот день ты неслабо навешал врагу он ладонью смахнул на глаза на бежавшую влагу и ответил мне коротко это внучок за ту гублю там под курском танком тесно перманы дыбом встали самоходка мало места и слезнулась сталь со сталью там танкисты рвали траки но назад не повернули не поют на них таки только зло нам смещут мы стояли вдвоем у гранитной плиты на пригорке дед на список смотрел и фамилии чьи этажи и рассказывала мне как горел в своей тридцать четверке как его из-под битого танка радист выручал а потом выпив водки закрывшись в своей комнатенке он стучал кулаками во сне заезжал и стрелял а я вздрагивал слыша удар по тоненькой стенке он был вновь на войне вот спустя двадцать лет воевал их на фронт забрали роту а вернулось меньше взвода испытания за что-то снова русскому народу бог не все вернулись воины на порог родимой хаты а чего ж ты любишь войны посвящен имя и в отцах я лишь только сегодня спустя много лет понимаю и к деревне вернулось двенадцати ста двадцать как кровава была та дорога к девятому мая не дай бог нам с тобой такую дорогу пройти мы не вечные все я в детали вдаваться не буду дед предстал перед богом душой светил и чистый спустя спокойно а я про тебя никогда не забыл миловал Иван Николаевич советский не прописал мы чекуем обелиски им бы жить одна награда им бы вновь увидеть близких им бы дома были рады но застыли в скорбных списках и по всей России встали и о них остались близки только память до медали хорошо сейчас можно я тут сразу один момент давайте очень хорошо дед на списке смотрел фамилии чьи-то шептал и рассказывал мне как горел в своей 34-ке его из подбитого танка радист доставал мне кажется будет можно доставал да ну тоже благорода ритма конечно а еще какой-то вспыхе знаете у меня родилась песня на коленке я сюда летел когда я в Ленинграде не первый раз такая мощная мощное большое произведение ну в принципе из всего что мы сегодня слышали про войну это стало лучше и там и образ есть и это самое посвящение Санкт-Петербургу Здравствуй, город Герой Наконец я приехал к тебе Здесь в гостях И впервые, между прочим И уже стали общими в нашей судьбе И Сараки, и Невские, и Белые ночи Здравствуй, спас на крови Здравствуй, русский музей Александровский сад Магит зеленью сочной Я пою о любви для подруг и друзей В эти белые ночи Белые ночи Ты встречаешь меня словно друг Словно брат В Петропавловской крепости Пушка вы сделали точно Это Санкт-Петербург Петроград, Ленинград Пермитаж и Аврора И Белые ночи Может, песни мои не совсем хороши И по меркам столичным Играю не очень Но я спел все, что есть, за душой От души В эти белые ночи Белые ночи На Неве тристос хвостиком ле Неушимо стоишь И с небрежностью лёгкой меняешь наряды. На балу в чёрном фраге изящно скользишь, И в спецовке на Кировском точишь снаряды. И в солдатской шинели в атаке с ружьём, В просолёной тельняшке по Балтике ходишь. Мы тебе, а тебе эту песню поём, Ты ведь этого стоишь, ты этого стоишь. Петербург, Петра-Агора, Ленинград, Ветербург. Ну так вот, чтобы родилось в голове. Я дико извиняюсь, мне сейчас позвонили, сказали, что мне надо идти на сцену с Викой. Если честно, не понравились обе песни, но больше не понравилась вторая. Потому что здесь у вас вот... Ну, понял. Знаете, я дико извиняюсь, но у меня просто есть серия танковых песен про танкистов. То есть я поэтому к вам и пришёл-то. Потому что ваш вот бой с Пантерой, ну, любимая песня. Я считаю, что вы главный на ваше решение. Ну, потому что вы главный, не важно. Мне кажется, что вот вторая песня, там и про войну есть, и про Сталинград, и поёт хорошо. Там есть про Дольского, там есть про Розенбаума, там есть про Бокова. У всех один к одному. Вот это...